Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Саша, ты специалист и исследователь международных отношений и мы хотели бы задать тебе некоторое количество очень простых иногда даже стыдных вопросов об этих самых международных отношениях Ты говоришь на английском, французском, новогреческом и немецком языках а читаешь на древнегреческом, латыни, итальянском, испанском и польском Ну на испанском и польском я тоже более-менее могу объясниться нормально То есть ну как бы тоже говорю Сколько лет нужно, чтобы учить столько языков? Всю жизнь вот это вот Я их продолжаю учить А это хобби учить языки? Или как так вышло? Хобби это же не имеет отношения к центру жизненных интересов А это все-таки имеет к нему отношение Но это доставляет удовольствие Если хобби это то, что доставляет удовольствие Это несомненно не тяжкий труд Знаете, есть люди, которым в спортзал ходить тяжкий труд А есть люди, которым нравится Вот мне нравится Еще уточнение В большинстве интервью на ютубе с тобой с тобой общаются на вы Мы с тобой очень давно знакомы Вот, поэтому Мы на ты Чтобы, в общем, не изображать здесь то, кем мы не являемся У нас разговор на ты Да, давно знакома Несмотря на разницу в возрасте Ну она не гигантская И знакомы мы давно Но общаемся не так часто Но это правда на ты, да Местом встречи мы выбрали Грецию Потому что это, во-первых, очень важная для тебя страна Во-вторых, это колыбель Мировой демократии И к тому же Здесь рядышком Находилось государство Которое было Абсолютно противоположным По чести демократии Здесь была Спарта Которая считается Академическим примером автократии В том числе про то Есть ли какие-то сходства В нашем государстве С этой самой Спартой Мы с тобой тоже поговорим Как так вышло, что ты увлекся Грецией? Меня соблазнили Большие ученые гуманитарные Конца 80-х, начало 90-х Просто в В Советском, видимо, Союзе Так я это вижу Для интеллигенции Всякая античность Средневековья Были форумы внутренней Одной из форм внутренней эмиграции И так же, как Работа переводчика И Ну, потому что нельзя было Свободно писать Свободно рассуждать Философство Довольно большие умы Стали филологами Античниками Историками Философия И Ну, вот я походил На некоторое количество лекций Веринцева Там Гаспарова Не знаю Бибихин был такой философ Прослушал много курсов И С журфака Куда поступил МГУ Перевелся С Большим Трудом На Классическую филологию Это Классическая филология Это не Пушкин Лермонтов Это, собственно Тексты на древнегреческом И на латинском А для интеллектуалов В то время Древний мир И Древняя Греция Это было Типа там Вселенной Марвел Да? Мы можем перенестись сюда Быть относительно свободным И вообще жить В ярких красках Это то, о чем Можно было Относительно свободно писать Хотя Например Самую знаменитую Книгу Аверинцева Поэтика ранней Византийской литературы Ее набор рассыпали Несмотря на то, что Предыдущая его книга О Плутархе Получила какую-то Премию Ленинского комсомола В 70-е Вот эту книгу Уже набранную В типографии Буквками вот этими Железными Рассыпали набор Но потом все равно Напечатали Но это было то, чем Можно было Относительно безопасно Заниматься Потому что Лосев Например Ну такой Философ русский Человек, который Прожил почти 100 лет С одной стороны Современник поэтов Серебряного века С другой стороны Доживал и дописывал Какие-то свои вещи В 80-е Он Тоже занимался Античностью Писал про античность Подразумевая Что таким образом Он может Освободить себе Некое пространство Неподконтрольное Спецслужбам И всяким кураторам Потому что Ну они просто Это не поймут А Образованные люди поймут Это не то, чтобы Изопово Такой язык Это просто Пространство свободы Вот мне кажется Мы идем в этом направлении Потихоньку Да Вот часть театра Уже нельзя Часть кино Уже нельзя Какие-то темы В сериалах Уже запретили Литература Скорее пока Будет выбираться По именам Вот кто как-то Громко высказался Будет потихоньку Уходить Будет труднее продавать Труднее печатать Тем будет труднее Приезжать на читательские Конференции И останется Гуманитарная наука А в гуманитарной науке Останется естественно Не политическая наука Не международные отношения Современные Которые тоже будут Опасной темой А вот международные отношения Спарты и Афин Афинского союза Пелопонесского союза Не знаю Вот это все И видимо Это произошло В советское время И какая-то концентрация Крупных умов Людей Которые умеют Формулировать Думать публично И интеллектуально свободных Образовалась Вот в этой области И поэтому Эта область Затянула Мы на острове Джерси Он входит в состав Нормандских островов И находится в проливе Ла-Манш Между Великобританией И Францией Недавно Мы наткнулись На исследование Про то Где в мире Самый быстрый Интернет И Джерси Там был Среди лидеров Изначально мы думали Что местный Wi-Fi Будет просто летать Ну, гуманитарии Да Но в действительности Место в этом рейтинге Значит, что в Джерси То ли в большинстве То ли во всех местных домохозяйствах Можно подключить оптику А она снимает технические ограничения На скорость передачи данных Которая будет в десятки раз быстрее Чем у многих из нас с вами Кстати, вот эти виды с отливом Просто метафора на российский интернет Когда-то было полноводно Красиво А вот именно сейчас Обмельчало Здесь прилив через пару часов Интересно, когда у нас Поговорить про интернет Мы решили Потому что Это интеграция Снова Про VPN-сервис Surfshark Который позволяет Пользоваться Быстрым И безопасным интернетом Вне зависимости от того Где вы находитесь Прямо сейчас В примере своего телефона Я покажу Как это работает В этом телефоне Российская симка Поэтому даже в роуминге Если VPN не включен Инстаграм и Фейсбук Которые Россия считает Экстремистскими соцсетями Или, например, Медуза Выглядят вот так Они просто не открываются Открываем Surfshark Нажимаем Быстрое подключение Он находит Ближайшую сеть Уп Бинго! Помимо доступа К заблокированным приложениям Surfshark можно использовать И в других ситуациях Например, при подключении К общедоступным сетям Wi-Fi Surfshark шифрует Ваши данные То есть можно спокойно Пользоваться даже Интернет-банкингом Надо только проверить Что ваш банк Работает Приключенным VPN Кстати, о банках Важная новость Про оплату сервиса Теперь это снова Можно делать через Киви При этом Одна подписка Доступна На неограниченном Количестве устройств То есть Даже находясь В России Вы можете Оплачивать Surfshark Если в вашем телефоне По-прежнему Не установлен Surfshark Это можно исправить По ссылке В описании А с вот этим промокодом Сделать это будет Еще выгодно По нему Скидка 83% И 3 месяца В подарок Вперед! Устанавливаем И наслаждаемся Свободным интернетом Ты жил здесь сколько? Пять лет? Да И не просто жил Ты здесь работал В посольстве Российской Федерации Да На все Был таким работником Балдой Значит Не знаю Организовал пресс-конференции Посла Общался с главными Редакторами местных СМИ Общался с всякой местной Интеллигенцией Маститой Режиссерами С художниками Но больше что с режиссерами Которые должны были Полюбить Россию В моем лице Это не то чтобы Спецзадание Это как-то само собой происходит А обратная сторона Того же самого Приезжают какие-то Русские люди Культура, политика Парламент Неважно Наука И им тоже хочется Чтобы с ними Какой-то интеллигентный Человек походил Что-нибудь рассказал Посидел с ними в таверне Объяснил Что они едят Это вот Такая важная Дипломатическая функция Знакомить Как бы русских Людей Со страной И знакомить Местных людей С нами И в нашем В нами Вот с нами Тогдашними С теми ты все работал И в В нашем В нашем лице Со страной В 2001 году Сюда приезжал Владимир Путин Ты как сотрудник Российского консульства В Афинах Писал речь Которую он потом читал Ты говорил Что примерно 80% текста Там твои Ну да Что Владимир Путин Говорил 20 лет назад Две цитаты Федерализма В России Состоялось Гражданское Общество И вторая цитата И сегодня Мы не мыслим себе Успешного Будущего России Без демократии Без последовательной Интеграции В мировые Процессы Как тебе это Слушается И читается Спустя 21 год Как прекрасная Россия будущего Да Ну а что Я Я был В чем-то не прав Вместе с Владимиром Владимировичем Издание Того времени Ну я был не прав Нет, я был не прав Потому что там сказано Что мы были с ним не правы Читал, кстати, неправильно Произносил И все-таки начало Там было другое И какие-то отдельные слова Вписаны Заменены Это совместное творчество То есть он абсолютно Он произносил то, что думает Я думаю, что в тот момент Он произносил то, что думает Потому что никто бы не заставил Его произносить то, что не думает Как мы понимаем Это невозможно Поэтому В чем В чем ошибка Ошибка, например, в том Что долгий период авторитаризма Это прививка Против Повторения И вторая ошибка В том, что И эту ошибку Регулярно совершают интеллектуалы Видя всякие авторитарные тенденции Внутри демократии Ну говоря Демократия убивает Очередного Сократа Вернее, приговаривает Очередного Сократа Ассанжа Там, неважно кого И все говорят Ну вот, все Или сваливает очередную статую Какого-нибудь Джефферсона Не знаю За то, что он был Рубовладельцем Все говорят Ну все, конец Значит Это кризис Крах А потом выясняется Что Вот зато мы Понимая Что такое Свалить статую Николая Сжечь церковь Расстрелять попа Мы уже никогда Этого не повторим Думаем мы Но выясняется, что нет Вот в этом Какая-то Какая-то фундаментная ошибка Я помню, как Вот тот же Аверинцев Который вспоминал Столкнувшись с западным образованием Говорил Вот Там много вот Эголитаризма такого Авторитарных Каких-то вот вещей Которые Этого не стоит говорить Ну примерно На то, что мы говорим В американских университетах Сейчас До него За несколько десятилетий Такой английский Философ Клавев Стейплс Льюис Любимый Русской интеллигенции Говорил, что Так сказать Не дают строить Иерархии Гениальному Мальчика Уравнивают С бездарным Мальчиком Один читает Данте Другой Стреляет Из рогатки А в школе Значит К ним относятся Одинаково Ужас-ужас И ему казалось Это ужасом А нам кажется Что это нормально В чем-то То есть Оказывается Что все равно Вот эта система Более адаптивная Что мы видим Да Ну и вот это самое Не обязательно западное Японское Что у них западного Австралия Вообще Не пойми Где находится Вот Просто Мы действительно Видим какие-то Странные вещи То там Эксцессы БЛМ То какие-то Сваливания статуи То Какие-то Консуляции Да Какие-то отмены Какие-то Но в целом Как бы Открытое общество Где открытая дискуссия Да Несмотря на то Что дискуссию Они пытаются Дискутирующие стороны Друг другу Затыкать рот Периодически В целом Проходит это успешнее Чем Общество С так называемой Авторитарной прививкой Да Вот тогда 20 лет назад Мне казалось Что Авторитарная прививка Действительно Это хорошая прививка Что это прямо Такая инъекция Что ты никогда Этого больше не повторишь Выясняется Что нет Что Как раз люди После периода Авторитаризма Выходят С Вот собственно С убитой волей К дискуссии Вот говорят Русский народ Как один Поддержал войну В Украине На самом деле Русский народ Сплотился не вокруг Войны Русский народ Сплотился вокруг Решения своей власти И это решение Могло быть Теоретически другим И если бы не было Никакой войны В принципе Ничего бы С отношениями Народ власти Не произошло бы Они бы сплотились Вокруг идеи Переизбрания Владимира Путина В 1924 году Или в какой-нибудь Еще идеи Предложенные Я не знаю Из администрации Президента Ну ты к тому Что они Любую идею готовы Почти любую идею Ну я не знаю Там идеи Каких-нибудь Нет Ну есть какие-то Вот Красные линии Которые людей Почему-то раздражают И то Их можно отодвигать Ты это связываешь С тем Что атрофировано Умение дискутировать Обсуждать И сомневаться Атрофирована Да вот это ощущение Что мы гражданский коллектив А не вот афинская Вот это вот Спартанская составляющая Осталась А афинская Вот и не Да Можно сказать Что это и не ян Такой античной культуры Вот спартанская Половинка осталась А афинская половинка Затоптана за это время В русских И Вот эта затоптанность Не является прививкой К сожалению Да Что скорее Это оказалось не прививкой А интоксикацией К сожалению То есть понимаете Можно привить А можно Накачать Такое количество Вот этого вещества Против которого Как бы должен бороться Что иммунитет Уже не справится Вот похоже Что наш иммунитет Не справился Слишком большая Была доза Понимаете Потому что в Германии Была прививка Талитаризма Тоже такая Нехилая Ну вот эти 15 лет нацизма Но это все-таки Были 15 годами А у нас 70 У нас 70 Потом до этого Все-таки Это была Абсолютная монархия Условно Западный подход В образовании В дискуссии Он в твоем представлении Более уравнительный Ну просто потому Что дискуссия Она как бы Перемалывает перегибы Да И то есть Сегодня сносят Памятник Бывшему рабовладельцу Но внутри дискуссии И там условно Мы считаем Что маятник Где-то здесь Или где-то здесь То свободная дискуссия Она все равно Потом выровняет Да Это равновесие Будет достигнуто Оно не будет достигнуто В прежней точке Но оно снова Будет достигнуто Конечно Потому что Можно это обсуждать Потому что Это можно обсуждать Потому что В то время Как одни требуют Снести памятник Другие ставят Это право В этот вопрос И тем и тем Как бы за это Ничего не будет То есть нет Ну собственно Нет единственно Правильного решения Они конкурируют Я ничего не путаю Здесь же Очень популярен Путин Здесь Популярен не Так сказать Физическое тело Путина А И не мозг Путина Который Например В Дубае У нас В центре павильона России Переливался Разными Знаете Как выглядел Павильон России В Дубае Но это такой купол И в середине Стоял такой мозг Изображающий Искусственный интеллект Видимо Перевался разными красками Как-то Многие назвали Это мозгом Путина Потому что Стоит такой Гигантский мозг А большой он был? Огромный Огромный Может быть Был намек на то Что лучше Государством управлял Искусственный интеллект Чем некоторые люди Популярен Собственно Не тело Путина И не мозг Путина А функция Путина Функция Путина Стоит в противостоянии Западу Эта его функция Популярна В остальном Незападном мире Или в мире Который исторически Не любит Америку А это Незападный мир Что собственно И выдает В Греции Некоторую Вот эту Двойную лояльность Она в Евросоюзе Она в НАТО Но вот Ментально Она В этом отношении Как бы Часть незападного мира Мир неравномерно богат Та часть мира Которая беднее Богатой части мира Ищет этому причины Объяснения Эти объяснения Обычно Состоят в том Что мы лучше И поэтому Те кто циничнее Те кто наглее Те у кого нет ценностей Где-то нас обманули Где-то нас обогнали На каком-то повороте Подрезали И оказались впереди И они нас теперь эксплуатируют Нужен кто-то Кто эту ситуацию выровняет Нужен кто-то Кто этим богатым Объяснит Что У них есть сила А у нас правда И вот так сказать Россия буквально В этих словах Буквально в этих словах Вот собственно Популярность Путина в мире Она про это Она про то Что придет человек Или придет страна Которая за нас Попробует Потягаться Которая от нашего имени От нашего имени всех Нас Вот Живущих менее богато Более трудно Скажет им Что Вы Живете богаче нас Не потому что вы лучше А потому что вы хуже И в принципе В принципе Ну я не знаю Так могут сказать В Иордании Или так могут сказать В Тунисе Но кто услышит Иорданию У Иордании Голос тихий А у России Вот из-за Не знаю Размера на карте В проекции Меркатора Из-за того Что на нее традиционно Много смотрят Потому что она большая С ядерным оружием У нее как бы голос громкий И получилась Вот такая странная вещь Это ведь позиция Очень В каком-то смысле Привлекательная Для человека Который хочет Похвалы И вот мы смотрим На раннего Путина И где он ищет Похвалу Он конечно ищет И на Западе Он наследник Прозападного Первого Прозападного Лидера России Может быть Со времен Александра Третьего Николая ФТ И он ее там Ищет Разными способами Он поздравляет Буша С С избранием Закрывает Военные базы На Кубе Попробуй сейчас Открою военную базу На Кубе Россия Сразу ракеты прилетят Она там была 20 лет назад Он ее закрыл Своими руками Просто на ключ Замок заперся Американцев есть А у нас нет И так далее Вьетнаме закрывает Что-то еще там делает Транзит в Афганистан А с другой стороны Раз мы в Греции Условная Левая греческая интеллигенция Или левая французская интеллигенция Латинская Америка Арабский мир Которые говорят Ну это я много раз сам слышал На разных языках Начиная с местного И заканчивая Испанским И так далее Арабским В переводе Ну что же вы Просрали эту великую державу Русские Вы же вот Были так сказать Противовесом этой Америке А теперь они обнаглели Так без вас Вот мы уж не знаем Куда от них деваться Вот какие же вы нехорошие Вот как же вот так Это он слышит параллельно Закрытие баз И ориентирование на запад Это он слышит Одновременно До и после И вроде как Ты вот К ним за одобрением Чтобы вот в их компании Они такие Ну не Это не Какой-то Не нашего уровня Человек Не наш Это западный мир Западный мир Вы стенку вот эту Которая была Там в Берлине Вы туда передвинете По-восточнее А с другой стороны К нему приходят Вот самые Индийцы Китайцы Греки Сербы Сербы Ну сербы Сербы Особый случай Население Развивающихся Небогатых Незапных стран Говорит Ну что вы Значит Где вы Да Нам вас не хватает И как бы Начинать Толкать вот эту сторону Вот А ты такой Хочешь Не знаю Ну я не знаю Я не занимаюсь Сейчас политической Психологией Но вот допустим Ищешь Некоторую Позицию На глобусе Которая Выделяет тебя Из хора Которая делает тебя Важным Значительным Удовлетворяет Самолюбие Тебя Твоей страны Твоей нации И тебя Вот на эту Старую позицию Советскую Не то чтобы Только изнутри Да Вот этот Трессентимент Вот эти наши Граждане Которые Говорят Ну что вы Развалили Великую державу Вот это А еще и снаружи Подталкивает Вот буквально туда же Говорят Вот там ваше место Вы должны Америке Противостоять Потому что А кто еще У кого ядерных ракет И ты так потихоньку Шаг за шагом То есть ты даешь себя убедить Что А тебе может быть Это и самому нравится Но главное Что Есть кому убеждать И вот То есть запрос на это есть И да И ты начинаешь отвечать Этому глобальному запросу Если коротко же По сути Главная причина Популярности Путина В том Что он за счет Комфорта и безопасности Собственного народа Просто Противоставляет себя Америке Есть неплохой маркер Который Социологический Который отвечает На этот вопрос И он отвечает На него достаточно убедительно То есть ты видишь Вот два столбика цифры И ты понимаешь Что популярна Не Россия А Путин Как функция Противостояния Западу Путин популярен Популярен Крутой Крутой Замечательный лидер Ну я имею ввиду Опросы общественного мнения Кстати это до До украинской войны Потому что война Немножко поректировала В худшую для него сторону Вот он такой Значит Крутой Популярный Хотим мы такого Да Говорят китайцы Да Говорят индейцы Арабы Даже восточноевропейцы Многие А хотите жить в России Нравится ли вам Россия Как страна Хотите переехать в Россию Нет 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 То есть там совершенно Разные проценты Путин Как противовес Западу Как человек Который решился От имени правды Наказать Так сказать Вот этих Зарвавшихся Зажравшихся И так далее Популярен Но в России Мы жить не хотим И Когда мы дискутировали Вот с греками Здесь в конце 90-х Вот этими самыми Которые говорили Ну что же вы значит Держава-то развалили Что же вы просрали Мы в этой державе Что мы просрали Мы там за едой Вечадях стояли Вы этого не понимаете Что ли Ну вот это им сложно понять Что мы конечно Противостояли Америке И мир был двуполярным Но вот за счет того Что советский человек Стоял в очереди За теми продуктами Которые Если он здесь Вот это купит Он потом вернется И бросит в морду Продавцу То что мы ели Когда противостояли успешно И когда мир Двуполярным был Поэтому я не знаю Насколько мы движемся В ту же сторону Сейчас эксперимент Все-таки Россия проводит Над собой очередной Но в других условиях Она все-таки Типа рыночная диктатура Но вообще поразительно Конечно Насколько Наша с тобой страна Решила пройти Все Все закоулки Так сказать Все мировые тупики Скажем так То есть Сначала она зашла налево Постояла там Семь лет Семь лет Семьдесят Что вы делали Восемь лет Что вы делаете Семьдесят лет Мы строили Коммунистический тупик Казалось бы Вышла на Как бы Вот эту самую дорогу И потом Ну совместными усилиями Гордого населения Которое хочет жить Особенно Не как все Гордого лидера Который чувствует Что он должен Сему миру рассказать Как надо жить И Вот этого Незападного мира Который очень хочет Чтобы кто-то Этот Запад Поставил на место А мы заходим В правый тупик Теперь Мы заходим В тупик Который Называется Вот Ну как бы Рыночная Правая Автократия Режим Который Гоминировал В Европе В первой половине Двадцатого века Но это же тоже Уже Проехали Этот эксперимент Уже состоялся Он уже Не завтрашний день Условно говоря Он уже Все равно Вчерашний Мы в важном месте Афинской демократии Ну как бы Вообще демократия Потому что Демократию придумали В Афинах Еще раз говорю Ее не в госдепе Придумали И Перикул принесли А вот нет Понимаете Нет Не госдеп Источник демократии Не белый дом Здесь все Представьте себе Толпа Ну вот сколько здесь Такого полукруг Значит вот этот Длинный камень Это трибуна То есть трибуна Это не как В дворце съездов Такой Столбик В котором стоит Как суслик Один человек Да Потому что Древнегреческий политик И потом и римский политик Кстати тоже Он ходит Почему он ходит Потому что у него толпа Три тысячи Четыре тысячи человек Она стоит И у него нет микрофона Он должен быть Как эмси Да Он должен быть Вместе со всей этой толпой Здесь стоит толпа Это ну три-четыре тысячи человек Кворум Значит самая процедура Которая требовала Суперкворума Это изгнание Опасного человека Из города На десять лет Это вот астракизм Знаменитый Это когда Я еще раз говорю И Спарта И Афины Как ни странно Одна автократия Другая демократия Занимались тем Чтобы кто-то не стал Тираном Или царем Кто-то не захватил Личную власть Кто-то не стал Персоналистским вождем Ого Это подтверждает табличка Значит если они видели В ком-то Зачатки Чрезмерного влияния Вот сейчас как закон Об олигархах Чтобы никто не становился Олигархом Чтобы никто не концентрировал Слишком большие ресурсы Значит могли внести Ими такого человека На голосование И принудительно Его выдворить из страны На там несколько лет Ну десять лет Это вот Кворум для этого Это был шесть тысяч человек То есть Десять процентов Граждан Был суперкворум Они пришли Они пришли И они встали Значит Астракизм Они голосуют черепками Бюллетенями Остальное они голосуют Поднятием рук Счетом Камушками черными и белыми Сэфизмой Как бы за что Ну это такое прям Это онлайн голосование Как в какой-нибудь Швейцарии По каждому вопросу Ну собственно По каким вопросам Они во-первых Голосуют По законопроектам За закон Бы на агентах Принимать или нет Ну да Парламенты же нет Потом они голосуют За должностных лиц Выборных Потому что Большинство должностей Избирается по жребию Потом они голосуют Как присяжные Потому что коллегия присяжных Это шестьсот человек Вообще Суд присяжных Это шесть тысяч Он делится на десять коллегий По шестьсот человек И судебное дело Слушается вот тоже Здесь Условно говоря Ну или в театре То есть вот шестьсот Присяжных собираются Выступает истец Ответчик Нет адвокатов Они сами выступают За себя Софист То есть адвокат Условно говоря Ну как бы Интеллектуал Профессиональный На зарплате Вернее на гонораре Может написать ему речь Но речь должен произнести Сам человек И поэтому сюда поднимались Не только профессиональные политики Но могли подниматься Просто граждане Весцы Соответственные ответчики Но опять же говорю Не только сюда Но этот вот такой важный Потому что Значит политик Он во-первых Видит перед собой граждан Во-вторых Видит за их спинами Акрополь А это Сакральный центр государства То есть Храм Афины Штатуи Афины Храм Победы Он видит Вещи Перед которыми Ответственные И здесь решают Ну здесь решают Да Смотри Афины Считают Первой демократией И там Часто вспоминают Как пример того Как граждане Могут участвовать В управлении Своего государства Но Часто забывают Важную деталь Поправляй меня Я не прав Избирательное право В Афинах Было только у мужчин Женщины и рабы Были этого лишены И по сути Ну и иностранцы еще И по сути Получается что Вот это вот Право участвовать В политике Имело только Примерно 15% Населения Государства Сейчас прикину Ну примерно так Видимо Да если 50 тысяч Нет я думаю Что до До четверти Скорее Ну четверти Да Можно ли это считать Демократии Не больше Не больше ли это похоже На олигархию Когда есть Какая-то Привилегированная Группа И она Может управлять Государством Ну четверть Населения То есть все-таки Слишком много Чтобы быть Привилегированной Группой Вопрос о женщинах Не вставал В принципе И Ну я не знаю Британия 19 века Считается Парламентской Это же не считается Абсолютной Монархией Диктатурой Несмотря на то Что там не голосовали Женщины Просто в тот момент Так вопрос не стоял Рабов было Не больше Чем граждан То есть Нельзя сказать Чтобы их Ну конечно Это была Рабовладельческая Демократия Это вот тот же Парадокс Который мы встречаем В Соединенных Штатах После декларации Независимости Прошло еще почти Сто лет Прежде чем Рабы перестали Быть рабами При этом В течение Этого столетия В принципе По крайней мере До самого Недавнего времени Мир был согласен Что Соединенные Штаты Были республикой Демократией И в принципе Светом свободы Да Несмотря на то Что на континенте Европа Существовали Скажем Гораздо Менее свободные Но при этом Нерабовладельческие Государства Кстати Вот парадокс Афинской демократии В том числе Что рабов Здесь было больше Чем в Спарте Которая авторитарная Ну потому что Рабы Это промышленность Это Товарное производство А в Спарте Не было товарного производства И третья категория Про которую Никто не помнит Это Метеки Метвикой Это люди Которые Приехали И жили на ВНЖ И Можно представить себе Современную европейскую страну Там Ну от крупной до мелкой Где Ну я не знаю Люксембург Или Город Брюссель В чем тоже Продавка современного Брюсселя Город Брюссель Столица Свободная столица Свободной Бельгии При этом Большинство его жителей Не голосует на выборах Потому что Это европейская бюрократия Это люди Которые приехали И живут там Постоянно По бизнесу И таких городов В Европе много Европа пытается решить Этот парадокс В общем На самом деле Самая Большая Категория людей Лишенных прав Наверное Были Как раз Не женщины Не рабы А Ремесленники Которые приезжали В Афины Потому что Это большой город С хорошим образованием С Понятной правовой системой То есть Судом присяжных Где коллеги 600 человек Ты ее не можешь Подкупить И она выбирается По жребию И ты не знаешь Кто будет В суде Значит ты можешь Решать имущественные вопросы Более-менее Честно Ну и Просто потому что Это центр товарного производства Самый большой флот Они Значит могут Гонять твои товары По По всему Тогдашнему миру Западному И так далее Тогдашняя Афина Это как сейчас Лондон Или Нью-Йорк Ну думаю Что для античного мира Это как Лондон В 19 веке И как Нью-Йорк Сейчас Примерно так То есть Он производил Во-первых Товары на продажу Во-вторых Был центром капитала В-третьих Производил смыслы Что важно То есть Он производил Некий интеллектуальный продукт За которым следовали Все остальные Что главное Нужно знать Про Спартанскую автократию Ну помимо того Что нам рассказывали В школе Вот эти апокрифы Про больных детей Которые сбрасывали Со скалы Или это не апокриф Это может быть И не апокриф Хотя это Археологически Не подтверждено Но важно Понимать вот что Не находили Ущелья полные Не находили Да Важно знать Что все Что мы знаем О Спарте Мы знаем От ее врагов Собственно От Афин Собственно Главное Что мы должны Понять о Спарте Это то Что она не оставила Практически Никакого культурного наследия Когда мы говорим Мы знаем О Спарте От ее врагов То есть Мы знаем о Спарте От афинских писателей Как современников Спартанской автократии Так и тех людей Которые писали Десятилетия Столетия позже Оглядываясь На предыдущие источники Надо понимать Что несмотря на все ужасы Которые мы Знаем о Спарте Про сбрасывание младенцев Про государство Казарму Она описана С определенным уважением Значит Во-первых Про автократию Мы должны понять Что она не произвела Культурного продукта Который остался в веках Поэтому автократию Должны понимать Да Вот есть у нас рядом Северная Корея Есть Южная Корея Но мы вот сравниваем Культурный продукт Южной Кореи Который Несмотря на Очень специфический язык Другую Внешность Завоевывает Раз за разом Западные рынки Кальмар Музыка, кино Кальмар, сериалы Все что угодно И северокорейский продукт Который весь в рамках традиции Вот эта живопись Реалистическая Соцреалистическая Какое-то правильное Кино с хорошими героями Это, конечно, нафиг никому не нужно Ты смотрел хоть один северокорейский фильм? Нет Именно потому, что это нафиг никому не нужно Не, ну ладно Отрывки я смотрел Действительно очень смешно Если тоже коротко То получается От Афин много чего осталось А от Спарты нет ничего И в целом нам даже некуда сейчас На юг Пелопонеса поехать Чтобы что-то там увидеть Да Там почти ничего не осталось Но наследие Это, в общем, не единственный показатель Того, насколько государство хорошо живет Все-таки гораздо важнее Насколько люди живут хорошо в моменте Как в Спарте жили люди? Вот в этом городе Казарме Какие жили? Они жили в Казарме Да, они постоянно тренировались Вот есть такая речь Перикла, знаменитая Фукидит Это автор первой исторической книги В нашем смысле слова Потому что Геродот Который отец истории Это билетристика Это немножко Пикуль такой Ну, чуть лучше Пикуля Нет, лучше Пикуля Это ближе к, не знаю, кому Кто у нас пишет такую популярную историю В хорошем смысле Акунин, что ли? Ну, наверное, да Ближе к Акунину А Фукидит Это все-таки ближе К какому-нибудь Стивену Коткину Там Таубману Которую про Хрущева пишут То есть это хорошая Историческая монография Человека, который Отчасти даже современник событий И немножко участник Там у него Перикл Произносит речь Про афинский государственный строй Как бы А это временно уже Война между Афинами и Спарты Это как раз война двух систем Политических И греки это понимали Что воюют не просто два Два государства Не просто две экспансии Столкнулись Столкнулись две идеологии Вот это государство Казарма И государство Где все можно И Фукидит говорит Мы вот не мучаем себя Мы себя не изнуряем Какими-то лишениями Искусственными Мы не завидуем Если кто-то Получает удовольствие Живет хорошо Мы не боимся Приглашать к себе Иностранцев И со всеми деталями И особенностями Вот это мультикультурализм Мы не боимся Мы не боимся мультикультурализма Пусть у нас будут Условно переводя Раскрываем Пусть у нас будут Продукты Товары Ремесленники Кухни Разных городов И разных стран Мы ни от кого не закрываемся Мы не боимся Что те кто приехали к нам Это шпионы Которые узнают Наши секреты И потом расскажут Нашим врагам Мы не мучаем себя Мы как бы занимаемся Военным делом Спортом Но не мучаем себя Упражнениями Лишними Лишениями Не закрываемся Интеллектуально Вот это вот такая Речь Которую мог бы произнести Потом Какой-нибудь деятель Не знаю Руководитель Руководитель Государства Евросоюза Да Или государства Евросоюза Прямо вот там Так А Спарта? Я говорю Если ты рождаешься Артамским мальчиком То если тебя не сбросили В ущелье Ну С оговорками Да Что Ну а На каком-то этапе Я думаю Что это было так Потом Тебя забирают у родителей В семь лет Ты сидишь В отряде Октябрятском сначала Вот Потом Ты сидишь В такой Агелла Да Даже Потом ты живешь Растешь Тоже в отряде Уже Пионерском Причем действительно В искусственных лишениях Там без одежды Один хитон В год Спать нужно Только на тростике Постоянные И главное Ты не можешь заниматься Ничем Кроме военного дела Это такая школа Где у тебя один предмет И это НВП Начальная военная подготовка Кто не помнит Насколько Насколько противостояние Вот этих двух цивилизаций Двух подходов к жизни Афинского Когда комфорт, удовольствие Предпринимательство, открытость И спартанского Государства Насколько это похоже На текущее противостояние России С западным миром Ну Россия пока не Государство Казарма Она все-таки Ближе была Государство Казарме В Наверное В какие-то Отдельные моменты Сталинского времени Но Важны не состояния А тенденции Тенденция, конечно Движение в сторону государства Казарма В сторону воензированного Государства Потому что чем Чем тебе меньше можно Ну вот когда У вас Вводится Запрет с запретом Или какие-то Мобилизационные мероприятия Вроде еженедельного Пения гимна С поднятием флага Конечно Это движение В этом направлении Американцы тоже поют гимн Американцы поют гимн Но при этом Вот какая разница Это важно понимать Американцы не отторгают Ту часть общества Которая не хочет петь гимн То есть Условно говоря На Кейсе Отдельного Школьного класса Где отдельный ребенок По решению родителей Не хочет петь гимн Это Это тяжелый Допустим Случай Для ребенка Которого Вот Исключают из коллектива Все поют А я не пою Но ему можно не петь Это как в СССР Дети священников Им родители запрещали Вступать в пионеры И они конечно Выглядели Изгоями в коллективе Это было в общем Очень тяжело Но я о другом Да вот Америка может вести Ошибочные войны Но она не отторгает Ту часть общества Которая против Этих ошибочных войн То есть параллельно С вторжением в Ирак У тебя может собраться Огромная Вот эта церемония Оскара В Голливуде Где все Один за другим Будут выходить С антивоенными речами Им грубо говоря Ничего за это не будет И могут награждать Антибушевский фильм Специально в пику всем Тенденция движения В сторону государства Казармы есть Ну да Собственно отчасти Нынешняя ситуация Нынешний выбор В пользу вторжения В Украину Он принят По совокупности Внешних и внутренних причин То есть есть некие Внешние политические цели Вот Не знаю Наказать Украину Не знаю Что там они Демилитаризовать Сменить режим Ответить Западу Который Вот прям На голову Сел А внутренние причины Понятно Если вы ведете войну У вас внутри Не может быть свободы И Внешняя война Это лучший способ Прикрутить Все фитили Внутренней свободы Это очень удобно По двум причинам Во-первых Во-первых Во недосантиментах Ну то есть Это и формально Можно сделать Все Мы воюющие государства Хотя видите Война официально не объявлена Но тем не менее И просто порог болевой Настолько понижается Что Ну уже можно все делать Хочу с тобой поговорить Про российскую дипломатию Да Как ты оцениваешь То во что она превратилась В вот этих Патриотических Телеграм-каналах Или зет-каналах Встречается Удивительное выражение Даже я был Несколько шокирован Союзные силы Приблизились Союзные силы Взяли такой-то Населенный пункт Союзные силы Были атакованы Или атаковали Такую-то позицию При этом Мы понимаем Что под союзными силами Имеется в виду Ну видимо Вооруженные силы Российской Федерации Видимо Это милиция ЛНР, ДНР И наверное Какие-то Чеченские войска Хотя они тоже вроде бы Как часть Российской Федерации То есть Вот такой у нас союз И это само Говорит о многом Когда ты Под союзными силами Понимаешь Не коалицию Реальных государств А коалицию Реального государства С мымышленными государствами Ну не то чтобы С вымышленными С некоторыми протекторатами Которые не возникли При помощи России Существуют при помощи России И так далее Это же очевидно Провал дипломатии Да Ну где союзные силы Вот у тебя есть война Да Она может быть не мировая Но где твои союзники У нас же такая тема Мы хотим быть равными С Америкой Да Вот этот вызов Америки Должен состоять в том Что мы Можем себе позволить То же самое Что они могли себе позволить Поэтому вот Они бомбили Белград И мы можем бомбить Града Они там вторгались в Ирак И мы можем вторгаться Но смотрим значит На дипломатический бэкграунд В этой истории Во-первых И в Белграде И в Багдаде Хотя там Особенно вторжение в Ирак Действительно было С точки зрения Международной легитимности Крайне сомнительным действием На вторжение там В Югославию Вернее на операцию Все-таки Была санкция ООНовская Но тем не менее И там и там сидели Сертифицированные злодеи В каком смысле То есть Значительная часть мира Большая Много государств Много журналистов Много прессы Считали И Милошевича Очень плохим И Хусейна Очень плохим И Ты можешь сам не считать Милошевича или Хусейна Плохим Ты можешь считать Их хорошими жертвами Пожалуйста Но подготовка была проведена Таким образом Как бы Мировое мышление По их поводу Было сконфигурировано Таким образом Что огромная часть мира Считала их Плохими Теперь Значит Российская дипломатия Твердит Про нелегитимную Власть в Киеве И Государственный переворот В результате которого Она значит Захватила Украину Кто в мире Так считает Кроме России Вы Что русская дипломатия Дела 8 лет И кого она убедила В том В чем она считает Себя убежденной У меня такое ощущение Что она сама В этом не убеждена Потому что Ну после все-таки Событий февраля 14-го года У нас как минимум Прошли выборы Значит Дважды Президентские Еще парламентские То есть там режим Который прошел Через выборы Это раз Второе Американцы Вторгаясь в Ирак И в Югославию Собрали Большие Международные коалиции Вот Ты можешь опять же Считать эти войны Плохими Или очень плохие Хорошими Видимо Их мало кто считает Но это были Реальные союзные силы Это были реальная Коалиция Большого числа Ну легитимных Независимых Друг от друга В чем-то Зависимых В чем-то И на самом деле Государств Это была коалиция А кипяй Кипяй дипломатии В том Сколько у тебя союзников В том Сколько у тебя Союзников и друзей Поэтому У России сейчас Нет союзников У меня есть болельщики Россия такой Гладиатор Она Такой Может быть даже Цирковой борец В каком-то смысле На арене И она принимает Эти крики Одобрения толпы И такие Кстати Крики За союз И когда мы говорим Что такое Крики одобрения толпы Мы говорили Что Третий мир Развивающиеся страны Та же там Левая интеллигенция Италии Испании Греции Латинской Америки Хочет показать Казу Соединенным Штатам И что они Поддерживают Ту страну Того лидера Который на это Отважится Значит Вот греки Значит Путин отважился И мы видим Что греки На самом деле В шоке Потому что Одно дело Абстрактно поддерживать Абстрактную Казу Америки А другое дело Когда они видят Например Мариуполь И вот тут Чем мы отличаемся От греков Итальянцев И испанцев Они очень Сострадательны Они действительно Эмпатичны То есть Это я наблюдал В Италии И в Греции Ну Да и вот Вообще По всему Вот этому Южному европейскому миру Им показывают Беженцев Или каких-нибудь Голодающих Дарфура Или жертв Гражданской войны В Эфиопии И Они им Сострадают Они И французы Им Их реально Жалко А нам нет Мне кажется Нет Я имею в виду Не интеллигенцию С тонкими Настройками чувств А вот такого Обывателя У телевизора Ну Судя по тому Что обывателя У телевизора В общем Зачастую Не жалко Такого же Русского Человека Как он сам Который оказался В неправильном месте Ну То есть Вождение Исконных Русских земель Требует Жертв Исконно Русских людей Ничего страшного Такой А Греки Страдающим И поэтому Коза козой И значит Америку надо Наказать Но когда они Видят Во что это Вылилось На местности Как это Выглядит В реальности Как Америку Наказывает На востоке Украины Им это Не нравится И Еще раз говорю Тут не нужно Переоценивать Эти болельщицкие Настроения В среде Незападных Стран Во-первых Это несоюзнические Настроения И это Очень хорошо Видно По союзникам Формального России В Евразес Евразийском Экономическом Союзе И ВДКБ Организации Договора Коллективной Безопасности Они собирались В Москве После начала Вторжения В Украину Месяц спустя Примерно Может быть Полтора И за войну Не высказался Никто Кроме Лукашенко И да А он уже Втянут С его территории Собственно Зашли войска На север Украины Поэтому ему Деваться некуда Остальные И нет Мы видим Как ведёт себя Казахстан То есть даже Формальные Союзники России Ну так На это смотрят Во-первых Они в этом Не участвуют Во-вторых Они от этого Стараются Держаться подальше В-третьих Они Собственно Говорят Даже не очень Рвутся Помогать Экономически То есть Параллельный Импорт Зары И айфонов И деталей Для самолётов Это очень хороший заработок Как белорусские устрицы Белорусские мидии Вот это всё Что мы говорим И яблоки Которые перекрещивались Из католических Польских В православные Белорусские По дороге К нам Но Это очень опасно Они их боятся Значит Они боятся Подставиться На Под вторичные Санкции Так называемые Поэтому Я не вижу Успехов Российской дипломатии Это чистые права Как ты понимаешь Себе поведение Казахстана На фоне Войны С Украиной На питерском форуме Такаев сказал Что Казахстан Признаёт Территориальную Целостность Украины Ну и вообще Все его дальнейшее Поведение Оно такое Весьма Либерально Неожиданно И как будто Он не В ОДКБ С Россией Кто-то Этому Ну прям Очаровался Неожиданно Какой либеральный Лидер Но я слышал Версии О том Что это договорняк С Путиным Как ты это Интерпретируешь Я думаю Что это Восстановление баланса Ну Во-первых Казахстан Все-таки Является Чем-то неизменным Он может И по-другому Как-то себя повести В другой ситуации Но как думаешь Советовался Путин С Союзниками По ОДКБ Уверен что нет Да Ну видимо Крой Даже Видимо с Лукашенко С территории которого В том числе Происходило вторжение Северный фронт Вот эту сторону Киев Скорее всего Он тоже не Не знал До последнего момента Значит Как ты думаешь Вот лидер страны Который Считает себя Союзником И в общем Довольно верным Ну не то Среди партнером Москвы Как к этому Должен относиться Как минимум Повод высказать Недовольство Это раз Второе Он пригласил Войска ДКБ Ну фактически Российскую армию В январе Чтобы Решить вопрос Решить вопрос Подавить бунт Ну скажем так Взять под охрану Некоторые государственные Объекты Это очень напугало Запад Казахстан Старался всегда Проводить политику Равновесную Ну Чтобы Не считаться Как Лукашенко Сателлитом Москвы И Когда ты Приглашаешь Российскую армию На свою территорию Естественно Ты этот баланс Нарушаешь И тебе нужно Что-то сделать Яркое, важное Чтобы все поняли Нет Многовекторность Открытость Во все стороны Она сохраняется Ну и Третье Мы понимаем Очевидно Что периодически Ультрапатриоты Российские Ставят вопрос Что Северный Казахстан Это юг Сибири Что Байконур Город русской славы И что мы вообще Платим за космодром Который с вами пастрел Ну вот это все Соотношение населения Изменилось В пользу казахов Очень сильно За период независимости Но по-прежнему Есть Идеологи Русского Государства В этнических Границах Которые считают Что там Часть русского Государства Ну и Путин Сам говорил Что знает У него же тоже Вот эта идея Что все эти государства Придумал Ленин Да Он же говорил Однажды По какому-то поводу На Валдае Что ли Не помню Что казахстанская Государственность Тоже создана Россией Советским И Советским Союзом Но это их Очень напрягает Что ты думаешь Про Мария Захарова Поначалу Мне казалось Это любопытным Ну и как бы Понимаете Дипломаты имеют Право Обмениваться Пинками И колами Ну вот если мы Посмотрим на стиль Американских спикеров Как они отвечают Журналистам Они же довольно Жесткие Формулировки используют И поначалу Это смотрелось Ну ладно Окей Мы решили Так сказать Немножко поиграть В Америку Вообще Антиамериканская Россия Все время Хочет немножко Поиграть в Америку По мере того Как Линии Там Расходились Да Искры становятся Больше Она ушла Очень Ну как-то Ушла дальше Чем ее Американские коллеги Очевидно В языке После какого-то Рубежа агрессии Ты перестаешь Следить за смыслом Потому что Ты понимаешь Что смысла там Не будет Ты можешь Предсказать ответ Ты можешь Как бы Предсказать эмоцию Этого ответа И Ты понимаешь Что там Не будет Оттенков Там не будет Новых смыслов Там незачем следить Ты просто понимаешь Что там будет Очередной пинок Очередная плеуха Очередной плевок То есть В этом нет контента То есть В какой-то момент Она была Женщина-боксер Женщина-каратист На вот этой должности А потом Превратилась в такого Словесного боевика Помимо Гомера Совсем очевидного Из университетской программы Единственное Что я запомнил И что у меня Прямо Я помню впечатление Когда я это читал Это Аристофан Я читал это Прямо вот Ну понятно Какая была Главная эмоция Что нифига себе В Древней Греции Была Эротика Вот в том числе В таком Литературном Отношении Да Больше того Аристофан В очень Джентрифицированном То есть Причесанном Переводе Он гораздо Похабнее В оригинале И когда В классике Старой школы Просто в гимназию Ходили только мальчики А в университет На классические отделения Ходили уже мальчики И девочки Классики старой школы Переводили Аристофана С студентами Они На некоторых местах Говорили Вот сейчас Девушки Пусть выйдут Такой адский Был сексизм Потому что Они хотели перевести Как там написано На самом деле Но про Аристофана Вот и одна важная вещь Кстати Совершенно я не вспомнил А ты вспомнил Значит Аристофан Ставил тут Вот в театре Который видно Примерно отсюда Из окна Ну просто С той стороны Акрополя Чтобы люди Ходили в театр И не жалели Времени и денег Особенно простые Народ Им выдавались Театральные деньги То есть Не они покупали билеты А государство Покупало билеты Ну в конце концов У нас есть Социальные билеты Для пенсионеров Вот собственно Театральные деньги Это деньги На которые ты мог Пойти Посмотреть Трагедии Ну трагедии Ладно бог с ним Они возвышают Хотя тоже Например Масса трагедий С антивоенным пафосом В Греции Ну и комедии А что происходит в комедиях В комедиях по сцене Бродят политики Современные Вот им С привязанными А мы слово Хуй говорим Ну неважно В общем с привязанными Фаллосами И Значит Их всячески там Обстебывают И вот государство Афины Платит своим гражданам Деньги Чтобы они пришли В театр Смотреть пьесу Аристофана Где государство Где это государство Ну его деятелей Государственных Потому что нет Нет государства Персонифицировано Да есть как бы Коллектив граждан Где вот политиков Собственно говоря Высмеивают Вот это свобода Да Вот Такая совершенно Непонятная для нас Конструкция Зачем государство Так работает против себя А зачем? Это по нежнанию Или в этом был Как-то Затем что Государство В Афинах Это не Бюрократия Которой нет А собственно Коллектив граждан И как раз Коллектив граждан Был заинтересован в том Чтобы Не сложилось Не сложился слой Профессиональных управленцев И тем более Личность некоторая Которая будет Ими управлять Давай поясним Афинская демократия Это когда Не какие-то Конкретные Топ-менеджеры Государства А когда Куча народа Задействована В управление Это прямая демократия То есть нет Депутатов Есть Значит Есть только Одно исключение Вот военные должности Человек может Избираться на них Несколько раз И он избирается Не по жребию А напрямую Потому что Ну типа Кораблем Или флотом Или войском Может руководить Не каждый Нужны навыки Все остальное Это примерно По принципу присяжных Случайная выборка Или выборка выборки Когда мы сравниваем Собственно Спарта и Афина Мы понимаем Что в Спарте Никакого театра не было И быть не могло Там были архаичные Садо-мазо-культы С поркой юношей И прочими издевательствами А в Афинах Был настоящий театр Собственно Первый театр в мире И он проходил В форме фестивалей И то, что мы видим Сзади Это постамент Под награду В одном из таких фестивалей То есть Была традиция Команда победителей Труппа победителей Получала треножник медный В честь бога Диониса И потом Спонсор этой труппы Ставил этот треножник В городе В память о своей победе На театральном Собственном фестивале Ежегодном Потому что Мало того, что И мы Как бы видим С одной стороны Что это бесконечно Более разнообразная жизнь Во-вторых То, что я говорил Государство поощряет Хождение в театр В том числе На комедии Где Политиков Должностных лиц Как это называется Прорабатывают И таким образом Политики Как бы не заносят Опять же Еще одно отличие Вот Спарта Поскольку это казарма Это общество равенства Ну Граждан В Афинах Допускается неравенство Есть люди Которые живут Очень богато Это не такое неравенство Как Там не знаю В современной России Или тем более В Индии Или в США Это неравенство Более компактное То есть Его полюса Не находятся так Далеко друг от друга Но с другой стороны Здесь вот страшно Там рабы У которых ничего нет Они сами Чужое имущество Есть хозяева Больших мастерских Флота Владельцы судов Крупные землевладельцы И вот Чтобы это неравенство Сгладить Происходит Следующая вещь Государство Ну собственно Общество Афинин Накладывает Налагает На богатых Граждан Общественные повинности Они назывались Литургии И удивительно Что одной из литургий Была постановка Театральных Театральных спектаклей Это социальная Ответственность бизнеса И очень популярным видом Было спонсорство Собственно Театральных Представлений Ну потому что Это публично И потому что Именно Спонсор Был списком Номер один В команде Победителя Он назывался Хорек Группа Под руководством Этого спонсора Которая выигрывала Ежегодный конкурс На Великих Дионисиях Или там На Малых Дионисиях Получал этот треножник И страшно гордясь собой Дальше Спонсор Оплачивал Постамент Для треножника И ставил этот треножник В городе Что Хорек такой-то Спектакль такой-то В главных ролях Такие-то Драматург Такой-то Год архонта Такого-то Вот значит Смотрите любуюсь И таких было много Была целая улица Вот эта улица На которой мы находимся Улица Треножников Это улица Которая ведет Собственно К театру Диониса И по этой улице Зрители шли С города в театр Из театра в город Мимо этих треножников Ты говорил Что Очень много Про Россию Сегодняшнюю Говорит Что из нее Уехала Даже Алла Пугачева Что ты имел ввиду У меня есть надежда Ну Представление о том Что все-таки Я пишу И говорю Для довольно Небольшого Круга лиц И у меня есть надежда Что большая часть Этого круга лиц Конечно Не поддерживает Вторжение И не за войну Алла Пугачева На песнях которой Выросло Несколько поколений Буквально Вот собственно Вся ныне живущая Россия У нее такой надежды нет Она понимает Что люди Которым она пела Орликина Что люди Которым она пела Сделать хотел Козу Получил грозу Что тем Которым она пела Не отрекаются Любвя Что Позови меня с собой Позови меня с собой И И даже Про Айсберг в океане Бог с ним Да Или про миллион Что Огромная часть Этих людей Сейчас одобряет Ракетные удары Обстрелы Изгнание Одной части граждан Одной частью граждан Других граждан Требования Там Посадить Запретить У нее нет Возможности Закрыться От того факта Что Те поколения Русских людей Которых она воспитала На своих песнях Так себя повели Например Вот Если бы я был Пугачевой Я бы уехал Поэтому А так Конечно Россия Где даже Пугачевой нет Ну ладно Там Гребенщиков Но это конечно Не та Россия Совершенно Это Другая страна Это Ну как Это Одна из точек Сборки Современной России И этого И этой фигуры Это скрепа Вот этой скрепы Реальной скрепы Не вымышленной Не вот семейных Ценностей в стране Где больше всего абортов На душу населения Не семейных ценностей Где больше всего Разводов На душу населения Где больше всего Воровства На душу населения Да При заповеди Не воруй Вот это реальная скрепа В отличие от этих Вот вымышленных скреп Которые нам тут Пытаются продать Я очень сдержанно Отношусь К дискуссии По поводу того Что Почему Молчат Там Суперзвезды Относительно войны Почему-то кажется Что это не сильно Может повлиять То есть это важно И нужно Там для совести Для порядочности Или для всего остального Но переоценивать Там влияние На большое количество людей Мне кажется Не стоит Может быть я ошибаюсь Но единственное Когда я начинаю Сомневаться В этом подходе Это когда Как раз доходит До Пугачевой Как ты считаешь Ее громкое Ясное Конкретное Антивоенное заявление Или серия Антивоенных заявлений Могли каким-то образом Заставить Людей Сомневаться В том Что война С Украиной Это правильно Сомневающихся Заставить Сомневаться Два Уже Да Могли бы Уже Это ведь Понимаешь В любой Дискуссии Вот в любой Демократии Есть сторонники партии Есть колеблющиеся Избиратели И главное Кого-то должен Заполучить Выиграть Это колеблющиеся Избиратели Вот несомненно Ясное антивоенное Высказывание Земфиры Или Аллы Пугачевой Или кто там У нас еще Союзный кумир Такой был Хоть Валерия Леонтьева Хотя отъезд Достаточно ясное Высказывание Поведение Слова Галкина И так далее Достаточно ясное Но тем не менее Четкое Так сказать Высказывание Которое нельзя Нельзя взять назад Нельзя Оспорить Нельзя Смешать С какими-то Интерпретациями В интерпретациях Заболтать Оно На колеблющихся Произвело бы впечатление Но в целом Вот меня тоже Посещала мысль Что если бы все Русские Советские Селебритис Особенно советские Потому что речь идет О реванше Постсоветской идентичности В русском человеке Вот в нем Сейчас проснулся Этот советский человек Который Считает Харьков своим Да Вот 30 лет спустя И так далее Вот И Киев там И все что угодно Вот если бы все Они сказали Те же носители Постсоветской идентичности Что нет Люди Вы ошибаетесь Вас обманывают Что это произвело бы Какой-то Очень Отрезвляющий эффект На людей Казалось мне Но сейчас я вижу Когда Зимхир уехал И Гребенщиков уехал Рэперы уехали Многие Пугачева уехала И ничего не происходит Я начинаю в этом сомневаться Я начинаю в этом сомневаться Потому что власть Продает людям Гораздо более привлекательную идею Ну собственно Которые продают Население своих стран Не первых раз Вас не любят За то Что вы лучше других И перебить этот простой Месседж Очень сложно Вы очень хорошие Вы самые крутые У вас лучшая литература Которую пытаются Вычеркнуть Потому что она лучшая У вас лучшее кино И вы не пускаете на фестиваль Потому что она лучшая У вас вообще все Вы просто очень хорошие люди И за это Вас все ненавидят И вас пытаются изолировать Но мы им покажем Вместе все И Вот это сочетание Лести и Силы Оказалось невероятно Привлекательным До войны Ты работал Главным редактором Карнеги Главный редактор И senior fellow Senior fellow Сложно переводимое Понятие Западного Научного И корпоративного Мира Чем-то вроде Ну наверное Которое переводится Чем-то вроде Старший научный сотрудник Или старший специалист Старший специалист Не знаю Давай объясним Что такое Карнеги Поправляй Государство Соединенные Штаты Америки Дает деньги На гуманитарный проект Ну по сути Журналистский проект Где Журналисты Публицисты Просто большие умы Пишут тексты Объясняя читателям Происходящее в мире Такая Колумнистика Высокого качества Спонсор Соединенных Штатов Америки Спонсор Только это частные деньги Это фонды Это частные деньги Это вообще Эндрю Карнеги Это человек Который Был Биллом Гейтсом Сто лет назад Он Возглавлял Самую Развитую Отрасль Того времени Металлургию Потому что Вот эти Бруклинские мосты Вот это все Вот эти железные штуки С заклепками Рельсы Рельсы Это же Период Когда В Америке Были железные дороги А не как сейчас Вот Собственно Это стальной король С кучей каких-то Идеалистических представлений О том Как изменить мир к лучшему Одно из его Идеалистических представлений О том Как изменить мир к лучшему Был Как бы Арбитраж интеллектуалов То есть Нужно создать Такую площадку Это было до ООН И до Лиги наций Потому что ООН Это 45-й год Лига наций Это 18-й Там 19-й год А это Ну типа До Первой мировой войны Создать площадку Где интеллектуалы Разных стран Обмениваясь мнениями Формулируя В чем их Национальные интересы И претензии Друг к другу Помогли бы Избежать войн Потому что В начале 20-го века Была идея Что У нас тут пара электричества Философия и поэзия Театр И Вот эти вот Вот эти вот Знаете Наряды такие Дамы такие носили В 10-е и 20-е годы Все такое Воздушное Все такое Нежное Ну какая Какая война После этого Мы слишком хорошо живем Для того Чтобы бывать друг с другом Нужно просто Придумать Как не свалиться В войну Случайно И собственно Дал на это деньги Огромные По тем временам Собственно Эндаумент Это деньги Положенные в банк На процент Из которого Осуществляется Какая-то деятельность Есть основной капитал Его Либо нельзя трогать Либо можно трогать На очень жестких условиях А на проценты Что-то делается По завещанию дарителя Ну собственно Этим занимается Билл Гейтс Этим занимается Сейчас кто там еще Кто угодно Стив Джобс Кто угодно этим может заниматься Авен и Фридман В общем Человек пожертвовал сумму На кучу всего На концертный зал Карнеги Холл В Нью-Йорке На политехнический институт На миллион библиотек Каких-то по стране На попытку поменять Английскую орфографию Которая слишком сложная Она не удалась И вот на Собственно Вот на это Это тоже не удалось Как мы понимаем Потому что вскоре После того как он Создал Эндаумент Началась Первая мировая война Ну тем не менее Есть деньги Есть завещания Есть Трастис Вот эти Как называется Двери Попечители Совет попечителей Который обновляется Потихоньку И они следят за тем Чтобы этот Эндаумент Расходовался по назначению Вот собственно и все Там есть деньги госдепа? Надо посмотреть на сайте Когда я начинал там работать По-моему Был процентов Одиннадцать или тринадцать Какая-то такая То есть это грант госдепа Который получил Эндаумент Для того чтобы там Что-то делать Ты можешь писать Про Америку все что хочешь? Это было моим условием Когда мы договаривались С американцами на берегу Я говорил что Вы знаете вы Мы понимаем да Что мы видим Массу недостатков Тогда еще Не воюющей России Но впрочем Это уже был Крым И Мы понимаем Кучу противоречий Но Мы не можем Не описывая недостатков Америки Описывать недостатков России Наша аудитория Наша аудитория Это не воспримет Это будет очередное Активистское СМИ какое-то Не очередное Просто некая Активизм Некая форма активизма Мы должны Описывать мир Таким какой он есть Вот Американцам же Кроме Истории Про Критику России Нужно еще И что-то другое Вот Нужно какое-то понимание Нужно Нужна какая-то Какой-то другой Срез реальности Именно поэтому Это же вызывало Какие-то Вопросы Как раз Со стороны Или такое даже Некоторое удивленное Одобрение Государственников Которые говорили А почему Американцы Вас до сих пор Не закрыли У вас же Про Россию Не так плохо А иногда Про Америку Так вот Как-то Вы странно Пишите И другое Другое Критика Что вот Вы же Вроде американцы Почему вы Такие спокойные Надо уже Херачить Путяру А вы как-то Так спокойно Все это описываете Даже как-то Как не американцы Прямо Себя ведете А что Вот За пять с половиной лет Слово Путяра У нас Никто не произносил Даже в косвенную Это косвенная речь Внимание Это косвенная речь Не Ну просто Это не мой язык А чего вы Чего вы Чего вы Мнетесь Давайте за свои доллары Отрабатывайте уже ваши доллары Давайте Бейте уже по Путину Всерьез Вот Но Они как бы Не очень понимали Что это не является Уставной задачей Эндаумента Карнеги Им Как бы Им не нужно было Чтобы мы это делали Ты мог бы написать Материал Почему Джо Байден Ошибка Американской нации На ближайшие годы По-русски Думаю да На английском Скорее всего нет Почему Ну это Мне кажется Это не прошло бы Они бы сказали Что я недостаточно Хорошо понимаю Америку Что правда То есть я мог бы написать Это для русской аудитории Я довольно много писал О Трампе Для русской аудитории Которую Вот Ну вот эта тема С Трампом Агентом Путина Да Она ведь расколола Америку отчасти Потому что Американцам Вы ходили по-английски Вы ходили по-английски Тоже на эту тему У меня Там Ты говорил Что в России Демократия Ассоциируется С лишениями Демократия Да То что Те силы Которые пришли В Германию Но мы Пытаемся понять Причины По которым Именно эти силы Пришли к власти В Германии Ну и соответственно В Австрии Соответственно В Венгрии Вот мне кажется Что немножко Триумфалистически Недальновидный Финал Был у Холодной войны Хотя Его сильно Его Скажем так Триумфализм Запада И унижение России Несколько Преувеличивают Сейчас Ну потому что Какие-то жесты Делались Какие-то там Попытки Энгейджмента Втягивания Россию Именно в клуб Больших западных Государств Делались Какие-то жесты Уважительные Ну я не говорю Про финансовые помощи МВФ Все это происходило Но видимо Не хватило Какой-то Такой Последовательности И масштаба Такого Стратегического Вот в этом То есть Россия Ушла как угроза Ну и слава богу И ушла И забыли Не обращая внимания На вот это Вот Которое копилось Внутри Действительно В идеале Нужно было Сделать так Чтобы Ну как бы Демонтаж Империи Советской И Строительство Многопартийного Вот чего-то этого Да Многопартийной Демократии Президентская Парламентская Совпала бы С экономическим Ростом А что для этого Нужно было Просто как бы Закидывать деньгами С парашютом Закидывать деньгами Тоже было сложно Потому что Ну Ну что-то Нужно было сделать И это кстати Вопрос не только К Ну я не говорю То что мы говорим Ну мы говорим Хорошо ладно Можно было простить Долг Окей Советский Советский Есть какие-то Более-менее Очевидные вещи Можно было списать Внешний долг Как минимум Да Все-таки Расплачивались По внешним долгам Девяностые И тогда мы жили Не там бедно Мы обычные граждане Можно было бы Хотя опять же Очень сложно Представить себе Переводы больших сумм В эту неправовую среду Где все время Заливали неплатежи По зарплатам Но понимаете Опять же Это вопрос Вам Жалко денег Или вы боитесь Того что Все может повернуться В худшую сторону Там и денег было жалко И страха не было Если бы они видели тогда Во что может превратиться Россия Тридцать лет спустя Я думаю Что денег бы не пожалели Они были тогда Просто не хотелось их давать В мутную Непонятную Страну Где они могут Как-то раствориться Где их могут потратить На ту же Чеченскую войну Там Я не знаю Но главным образом Украсть И вообще Главное Зачем Враг обезврежен И не было ощущения Что этот враг Будет снова опасен И в этом была Недлиновидность И собственно Переходя к нынешнему моменту Вот есть Война России и Украины Есть Понятный проект Для Украины Вот он Вербализован Там есть свои Расплывчатые черты Но что говорит Запад Украине Во-первых Мы поможем вам Удержать ваше государство От полного уничтожения Значит Могущенным соседам В какой-то форме Ваше государство Вы сохраните Говорят даже Самые циничные реалисты Пусть там Не в нынешних границах Но Страна со столицей В Киеве останется Мы как бы Не дадим ее уничтожить Во-вторых Мы поможем вам По возможности Вернуть территории Этой страны Которые Были захвачены Особенно после 24 февраля Но если у вас Получится И если это Не будет выглядеть Безобразно То есть Если вам Не придется Превращать Донецк В Мариуполь Только в три раза больше Мы поможем вам Освободить Остальные территории Но Дальше Мы Дадим вам денег На восстановление Или В какой-то ситуации Заставим русских Дать вам денег На восстановление Частные деньги Это похоже на план Мы дадем вам Прямо сейчас Кандидатский статус ЕС Большим аванс И опять Опять нет плана Для России Для России Нет плана Что они говорят Так Вы должны убраться С украинских земель Окей Хорошо Вы должны Покаяться Ну и дальше В зависимости От радикальности Эмоций Тех Кто Наблюдает Вот весь этот ужас Выбудет Текается Три поколения Выбудет Два поколения Выбудет Одно поколение Я напоминаю Что Германия Которая совершила Невероятное количество Ужаса Пока Слава Богу Несопоставимая С тем Что делает Россия Стала членом Основателем Общего рынка Через три года После поражения В войне Правда Это было поражение В войне Но мы понимаем Что это были Те же бюрократы Которые сидели В общем-то В рейхе Ну за исключением Там Списка топовых Преступников Топовых ответственных Верхушки политической Это Были эти люди Они были в вермахте Они были Кто совершил транзит Испании А кто переводил Испанию к демократии Да там была Половина Этих самых Офицеров Голубой дивизии Которые Под Сталинградом Воевали И под Тихвином В облакате Ленинграда Участвовали Ну и как бы ничего К вопросу о том Что Что такое покаяние Кого-то Кого-то прощать придется Конечно Покаяние Это одно А план Для Плохой страны Это другое Даже Вот Как бы Нет сомнения Что Россия делает Что-то очень плохое Сейчас Мы это констатируем Следующий шаг Какой Вот Для Украины Четко прописанное Предложение Есть Для России Скинем Путина Умрет Путин Свергнут Путина Не знаю А там посмотрим А там посмотрим Это не план И учитывая количество Лоббистов Которые говорят Что Видите Россия оказалась Еще страшнее Чем мы думали И поэтому Для нее вообще Не может быть Никакого плана Кроме Стены С колючей проволокой Ну так Согласись Пока мы поднимались На холм Чтобы посмотреть Акрополь Мы увидели Остатки Каких-то казематов Которые Считаются Тюрьмой Где сидел Великий Греческий философ Сократ Почему он оказался В тюрьме? Он оказался В тюрьме Потому что Он Так сказать Троллил Как раз Понимаете Когда у вас Демократия Вы У вас Есть люди Которые критикуют Ее недостатки Нельзя сказать Что Сократ Был сторонником Авторитаризма Он был скорее Противником Общих мест Противником Общего мнения Вот этих Больших Непроясненных Мемов сознания Мифологических пятен Когда человек Что-то думает А почему он так думает Он не знает Например Сознание русского человека В значительной степени Состоит из таких пятен Они хотят От нас Отнять Кандализа Райс говорила Что хочет Отнять у нас Сибирь Или Бисмарк Говорил Что Россия Без Украины Это наша цель Или что-нибудь В этом роде Говорил это Бисмарк Когда он говорил Не знаю Но мы уверены Что он это говорит Коротко Кандализа Райс Никогда Такое не говорила Ну по крайней мере Это не зафиксировано Может быть Она на ухо Кому-то за ужином Шептала Но да И он такие мемы Пытался Разбирать Да Он собственно Атаковал Общие места В том числе Политические общие места Это раздражает Это раздражает Не только автократов Это раздражает И общественное мнение То есть И кроме того Он же Как бы был Воспитателем юношества То есть Он эти Свой странный образ жизни Он такой все-таки Интеллектуальный панк был Потому что Рядом с ним Были нормальные Учителя Которые за деньги Обучали людей Правильным Понятным вещам Как выступить в суде Да Вот Потому что Не было Профессиональных юристов Но были люди Которые писали речи Для этих Человек защищал себя сам И нападал сам И выносил законопроекты сам Он воспитывал поколение Он воспитывал молодежь И как-то странно Не всем это нравилось И его обвинили В Ну вот как раз В покушении на демократию В покушении на общественный порядок И в В Богохульстве В неуважении к богам Ну и дальше была история Потому что Когда его приговорили к смерти Все поняли Что же мы сделали Ну особенно Вот как бы Влиятельные люди города Так сказать Они Ну понимали Что это в каком-то смысле Скандал К нему приходил Критон Ну такой Опять же Уважаемый человек В городе Предлагал Уехать Ну то есть Тайком из тюрьмы Что мы тебе Организуем отъезд Все в порядке Потом вернешься Когда Значит Волна утихнет Ну примерно Как бывает В автократиях Но только в демократии И Вот этот Диалог Очень любили читать В русских гимназиях До революции В немецких гимназиях 19-20 века Потому что Его Главный смысл В том что Сократ Отвечает Что никуда Я не поеду Я пользовался Этими законами Когда То есть я уважал Эти законы Я принимал Эти законы Когда Мне с ними Было хорошо Когда они Меня защищали Если по тем же Самым законам В том же Самом обществе Я оказываюсь Приговоренным Я не буду Их нарушать То есть Вот он проявил Некую последовательность И Этот Диалог Очень В отличие от Многих других Как раз Более панковских Таких Более Ставящих под вопрос В общем-то Очень любили Государственные гимназии Потому что Вот смотрите Какой классный Сократ Пример чести И последовательности Пример того Как нужно слушаться Собственное государство Вот Оно тебя приговорило Ты говоришь Окей Я тебя слушался Когда ты Ты и государство Было за меня Теперь Когда ты против меня Я все равно тебя слушаюсь Хотя Это конечно Был последний Вызов Понятно Что и здесь Он выступает Как интеллектуальный панк А ты считаешь Это примером Служения Или примером Последовательности И принципиальности Это принципиальность Но это такая Принципиальность В смысле Исследования Поведения И мышления Других людей В том числе Своих собеседников То есть Это не потому Что Это не Романтическая Последовательность Знаете Я Любил Родину И теперь Когда Родина Оказалась Кому несправедливой Я умру За нее В этом довольно много Национального романтизма В стиле Французской республики Или что-нибудь В этом роде Это такая Игра В каком-то смысле Правда игра Жестокая Со ставкой Жизнь Но это интеллектуальная игра Для него Он действительно Ставит Перед выбором Собственное государство И будущих своих читателей Проводит Немножко Как Ницше Вел себя Он додумывает Какую-то мысль До конца Вот он додумывает Эту мысль до конца В том числе Своим поведением То есть Вот здесь Он оказался философом Не только на словах Но и в жизни Что они всегда совпадают В чем проблема Любой автократии Правительство демократической страны Какой бы она ни была Совершенной Богатой Несовершенной Небогатой Как Греция Оно не думает о том Что будет после нас Ну как правило После нас будут выборы И какое-то следующее правительство Автократ И вообще автократия Всегда думает о том Что будет после нас После меня Как удержать то Что я создал Мы представляем себе Значит Российского вождя Да Вот Владимира Путина Он у нас любит читать историю Не надо быть историком Профессиональным Чтобы видеть Что в истории России В большинстве случаев Наследник Ну как бы Преемник Следующий Правитель Строит свою легитимность Делегитимируя Наследие Предшественника Горбачев на фоне Брежнева Брежнев на Хрущев Хрущев на фоне Сталин Сталин на фоне Вот этого Ленинского Да Ленина он возвеличил Но всех соратников убил Революционеры На фоне Керенского Керенский на фоне Николая В общем он понимает Что ревизия почти Неизбежна И эту ревизию Надо предотвратить Нужно сохранить Вот Тот строй Да Ту Россию Которую он создал Остаться в истории Со знаком плюс Грубо говоря В наших условиях Чего больше всего боится И Значит Лидер И Собравшаяся вокруг него Вот Склеившаяся вокруг него Бюрократия Как бы второй перестройки Да Чтобы опять не развалили Державу Люди Которые Поведутся на посолы Запада Да Вот Путин умрет Придет такой коварный Запад Скажет Все Все нормально Сейчас вот мы с вами Все опять Мы понимаем Это он во всем виноват Его больше нет Ну или свергнут Или умрет Неважно Уйдет Уйдет подряхлость и болезнь Мы сейчас Как бы установим Прекрасные отношения Только вот нужно Вот это, это и это Ну я не знаю Вернуть Крым Сдать ядерное оружие Вообще Как бы пустить Как-нибудь контроль Финансовый В вашу систему Может быть какой-нибудь Суд там Антикоррупционный Под нашим руководством В общем вы понимаете Что В общем случается Перестройка-2 Как предотвратить Перестройку-2 Нужно сделать Что-то такое Этого не случилось По объективным обстоятельствам По объективным причинам Вы развязываете войну Вы занимаете часть территории Во-первых В том числе И молодое поколение бюрократии Руководство Соучастники Да Значит Одно препятствие Дальше Вы вовлекаете В эту войну Население Как в нечто Всенародное Важное Чем нужно гордиться То есть вы делаете Эту войну И условную победу В ней В чем бы эта победа Не выражалась А она непонятно В чем выражается Есть несколько версий Частью идентичности Этого населения То есть В чем была проблема В чем была проблема Афганской войны Население не чувствовало Ее своей Проблема же не в том Что любая Агрессивная Захватническая Или война За пределами России Непременно разваливает Государство Там Фалклендская война Не развалила Великобританию Афганская война Была непопулярна Потому что Она не попала Не зашла Советским гражданам Наоборот Она их напугала Она вызвала Отторжение Я думаю Что сделаны выводы Из этого И Когда мы говорим Вот Украина Это новый Афганистан Который развалит Значит Россию Как Афганская война Развалила СССР Нет Они загоняют Ее Довольно успешно К сожалению В идентичность Русского человека И Любое Следующее Политическое Руководство Даже если Оно будет Мыслить более Рационально Даже если Его очаруют Сирены Коллективного Запада Даже если Объективные Обстоятельства Будут таковы Что Деваться некуда Надо брать кредит Хотя В принципе Самодостаточность России Все-таки Высокая Будет Вот это Да А народ Скажет Как бы Почему Навальный Говорил Ну типа Крым Вот это все Да Он вроде бы Не Путин Да Вроде бы Его полная Противоположность Но он понимает Что вот В идентичность Большинства Населения Загнан Этот Крым Да И ты Как бы Не можешь Править Этим Населением С его Согласия Большинства Граждан По крайней мере На этом Историческом Этапе Если ты возьмешь Крым и вернешь И Он бы может и хотел Но У него выбор Либо ты правишь Согласия Этого населения Либо ты правишь Насильно Этими гражданами Потому что Для граждан Это Важно Да Они вот Их так убедили Они так прочувствовали Они это так Ну пока По крайней мере Опять Вот я имею ввиду Вот на этом Историческом отрезке То есть Он таким образом Консервирует Свою фигуру И свое наследие Не только вот конкретно В украинском вопросе А вообще Вообще Не знаю Делает это интуитивно Или по плану Но Это очевидно так И Есть еще вот Какой момент В этом Это конечно Это важная вещь Для тебя Как спортивных журналист Но ты можешь со мной Конечно поспорить По этому поводу Значит смотри Вот что Всю второй половину 20 века Мы говорили Что Спорт В целом И футбол В частности Это замена войны Да Вместе с атомной бомбой Он считался Одним из важнейших вещей Которая удерживала Мер от огромной войны Да Что националистические Вот эти Комплексы превосходства И желание Надавать другим Достаточно Реализуются Через футбол И вообще спорт Чтобы Молодые мужчины И вообще люди Не Бросались в войну Но Как выяснилось Сейчас Вот этот спорт Оказался довольно Массовый спорт Оказался довольно Питательной средой Для войны Есть спрос На героическое Этот спрос На героическое Реализуется В пассивной форме Через боление За свою команду Старые автократы Считали Что все их Подданные Это солдаты Вот По спартанскому Братцу Мы можем всех Мобилизовать Бросить в бой И мы все Вместе Накостыляем Врагу И докажем Собственное превосходство Вот эта эпоха Массового спорта Воспитала Цивилизацию Болельщиков Героизм В пассивной форме То есть Есть некая команда Своя Профессиональные спортсмены Ну в нашем случае Это вот Контрактники Профессиональной армии А Она Костыляет Врагу А мы В пассивной форме Болельщиков Собственно В этом Участвуем И Спорт Оказался Не вытеснением Войны А В каком-то Смысле Он просто Переоформил Современную Войну И для многих Это я кстати Заметил Да Вот для многих Кто поддерживает Войну У них Абсолютно Спортивная Вот эта Болельщическая Логика Потому что Там не важно Кто прав Кто виноват И не важно Кто первый Выстрелил В этой ситуации А им важно Что своя команда Вышла на поле И за нее надо болеть И ты Прохой русский Если ты за русскую команду За нашу сборную Не болеешь Ты должен болеть За свою команду Ты плохой русский? Ну я не болею За свою команду В этой ситуации Да Я не болею И против В каком смысле Я не считаю Что Уничтожение Российского государства Спасет мир От чего-нибудь Но Конечно Я сейчас не болею За свою команду Долгие годы Ты казался Таким Мягким Пропагандистом Московских властей Ты очень Симпатизировал Сергею Собянину Ну что понимать Мягким Может быть И не таким Мягким Я довольно часто В споры какие-то Вступал Довольно бурные Где топил За Собянина Да Ну не за Собянина А за программу Почему? Ну Нервные Там много Много ответов Я например Прожил здесь Пять лет И видел ту же самую программу Которой Занимается Собянин Только на 15 лет раньше То есть для меня Это программа Не Собянина А Аврамополоса Условно говоря То есть вот Площадь Конституции Синтагмы Напротив парламента Вот она Ну не то чтобы Неземной красоты Но в 2000 году Все эти дома Вот эти стекляшки Такие Типа полунебоскреба 60-х Которые выходят На здания парламента Были вдоль и поперек Заклеены Какими-то вывесками Рекламами И так далее На улицах висели Перетяжки В городе не было Транспорта Вернее были старые Автобусы Билет Нужно было покупать В газетном ларьке Ну и так далее То есть вот это все Не было Была одна Нет Одна была Пешеходная улица С магазинами А вот то что Вокруг Акрополя Сейчас по ней Значит ездили машины Ну и как-то Было видно Что Снятие вывесок Превращение улицы Вокруг Акрополя В пешеходную Запуск трамвая Строительство метро Это как-то Городу на благо Озеленение А почему Потом вот сейчас Выйдя на Эту улицу Тут отсюда Такое-то Три улицы Главные В Стадию Панапестемеева И Академеев Да Вот собственно Улица Университетская Университетский проспект Там ровно сейчас Расширяют тротуар И сажают деревья Вот Они Вообще Слово Собяне Не знают Да Все-таки Я довольно много Езжу по миру И для меня Это не Собянецкая программа Для меня Это некоторая история Про то как Мир трансформирует Свои большие города И Когда я увидел Что в России Что-то делается В мировом ключе Меня это конечно Порадовало Ну то есть Если завтра Ну сейчас идет война И вообще Мы не очень понимаем Можно ли обсуждать Какие-то вещи Ниже Или наоборот Выше этого уровня Более тонкие Если какой-нибудь Министр энергетики Завтра начнет Развивать Солнечную энергетику На Алтае Но я же не буду Говорить Что вот тварь такая Вместо того Чтобы голодных детей Кормить Он солнечные батареи строит Ну то есть Какой еще вопрос По этому полу За деньги это или нет Не за деньги У тебя в 2016 Было интервью С Собянином Для афиши Ты им доволен? Ну Там нет Антикоррупционных вопросов Оно очень беззубое Оно не очень зубастое Да Оно видно Что это человек Который в целом Согласен С тем Что происходит Как бы у меня Не было задачи Его как-то разоблачать У меня была задача Скорее И это была моя задача Да Собственно Поэтому они Наверное Меня и взяли Что я такой Социально близкий К интеллигенции человек Не враждебно Относящийся К этой истории Я пытался задать Какие-то вопросы Вот Которые были В воздухе Вокруг Про ларьки Там парапарк На Речном вокзале Который тогда Что-то там Где-то застраивали Ну какие-то такие вещи Но Я не задавал вопросов Про коррупцию Потому что Я не очень понимал Про нее То есть Там У него звучит фраза С которой ты Совершенно не споришь Во всем мире Никто не занимается Экспериментальным искусством За бюджетные деньги Есть определенные Гранты Льготы какие-то Но так Чтобы финансировать Из бюджета Напрямую театры В таком количестве В том числе Авангардные театры Нигде В мире этого нет Так уж и нигде Ну Отчасти я не могу С этим спорить Потому что Я наверное Про это не очень знаю Но мне кажется Что в тот момент Скорее это было так Чем не так Что Москва Действительно Финансировала Какое-то количество Современного искусства И это была часть концепции Которая сейчас ушла Потому что Идея была такая Что мы такой Мировой глобальный мегаполис И мы такие Удовлетворяем запросы Очень разных людей Которые здесь живут Если эти люди Херню какую-то смотреть То мы за эту херню Заплатим Типа Ну не знаю Коголь-центр Спектакли Богомолова Какой-нибудь там Гара Ну хотя гараж частный Ну вот что-то такое Что-то такое Глину эту мы привезем Пусть они радуются Что у них есть Современное искусство Выставки какие-нибудь Ну вот Этого же нет сейчас всего Это кончилось Поменялось ли твое отношение К Собянину После 2019 года Ну во-первых У меня Я не то чтобы Высоко ценил Его личность Политическую Да он все-таки Исполнитель Хотя со своим видением Со своей программой У меня было положительное Отношение К некоторым Его идеям И к тому Что он эти идеи Реализует Начиная там От детских площадок И билетов Тройка Заканчивая Вот Как бы попыткой Удовлетворить Вкусы Людей Чьи вкусы Отличны от его собственных Скажем так Ну собственно Сейчас В каком-то смысле Это не имеет значения Да он Часть вот этой Слипшейся бюрократии Вокруг Путина Сейчас Наверное Если у него что-то Осталось ценное Это то что он все-таки Не участвует В этих веселых стартах Оголтелости Кто кого переорет Он участник Концерта Ворожняков Ну это да Ну это не то Я имею в виду Он не ведет там Условно говоря Телеграм-каналы Володинского типа Они завешивают все Буквами Z По сравнению С губернаторами Насколько я понимаю Потому что я Москву Не очень видел С тех пор Ну и собственно Если взять программу В целом То что останется От него Все-таки Останется Не только Я надеюсь Диктатуре Но и гражданам Россия в целом То есть мы ездим На сталинском метро Ну и как Мы ездим на сталинском метро Мы продолжаем спускаться На те станции Которые построены В период расстрелов Массовых И как-то умеем себе Да Мы не испытываем Чудовищных переживаний Спускаясь на станции Построенные В период Большого террора Я думаю Что После нескольких десятилетий А и скорее всего Даже раньше Потому что Это такие нейтральные вещи Мы там Спокойно будем ездить По этим всем кольцам И диаметрам Ну как бы Не задумываясь о том Что часть из них Построены Во время вторжения В Украину Все-таки Ну Это Это даже К интеллектуальной жизни Относится Потому что Когда мы Ну я не знаю Читаем Вергилия Да И он такой Великий поэт И мы получаем Большое Ну по крайней мере На латыни Великий поэт На русском К сожалению У него нет Своего перевода Мы же не очень Думаем о том Что вот он Поддержал Рождающуюся Империю Авторитарную В ущерб Республике Побежденной А что он Как бы Из круга августа Поэт То есть Какие-то вещи Уходят за счет Качества самих вещей Именно связки Распадаются Нам не так важно Там Кто из поэтов Древности Какую политическую Позицию занимал Если это Великая литература Увы Ну это Действительно Проходит Очень большое Время Ну ты согласен Что Все эти примочки И вся технологичность Москвы Сейчас Очень удачно Влилась В формат Репрессивного государства Согласен с тем Что сейчас Это используется Не для борьбы С преступностью А например У меня есть Друг Биолог И это К вопросу Кстати Об ценности Мозгов Вот этому Обновлению Элит Которые Якобы мы Сейчас Произведем Тут По случаю Суверенизации Всего на свете Вот Очень хороший Биолог С публикациями В международных Журналах С передовыми Исследованиями Который тем не менее Занимался Ими в МГУ Но после того Как был На антивоенной акции После того Как опознала камера И к нему Через две недели Пришли Камера в метро Камера в метро Да Пришли просто Сначала камера на улице Видимо во время акции А потом Он был в метро И к нему подошли Потому что он был В ориентировке После этой уличной акции И составили протокол Административный Уехал и все Из России Из России Да Так что конечно Как минимум Система Опознавания лиц Которая была на штрафах Кстати Опробована во время Ковида А не только на Предотвращение Вырывание сумочек У гуляющих старушек Чем друг сейчас занимается? В биологическом исследовании В Какой-то западной стране В одной из стран Центральной Азии Он на лучшие условия уехал? Я не знаю Я не обсуждал Ну понимаешь Опять же Лучшие условия До Вот этой паранойи Попады иностранцев И сейчас Разные вещи Потому что человек получал Спокойные иностранные Исследовательские гранты И работал при этом в МГУ А иноагентство Сделало так Что все это невозможно? Пока у нас По-моему Нет биологов иноагентов Любые иностранные деньги Это вообще Произошло стремительно Примерно По моему ощущению Прошлой осенью Когда то Что было престижным Даже после Крыма Общение с иностранными Дипломатами Иностранные инвестиции В твой бизнес Какое-то общение Какие-то контакты Деловые С западным миром Дети В хорошем Западном университете Иностранные студенты В твоем вузе Западные Все это вдруг Стало невероятно токсичным Ну это все Это Ты не можешь улучшить Качество управления В таких условиях Как ты относишься К концепции Что Москва намеренно Была сделана Гордом витриной В которую вбухивалось Огромное количество денег Для того Чтобы На ее фоне На фоне этой витрины Невероятная запущенность Регионов Была Менее заметна Ну уж Если делать витрину То на фоне Витрины Ну представь У тебя Роскошно отремонтированный дом А вокруг Развалюхи Ну так она Более заметная Развалюхи-то Ну то есть Если у тебя Москва витрина А регионы А если мы рассуждаем В формате Географического путешествия Это все-таки Далеко не все Могут приехать В столицу А потом еще Что-то там увидеть Плюс для своих граждан Она создавала иллюзию То есть Когда ты оказываешься Или живешь в Москве А это С агломерацией Миллионов двадцать человек Ты думаешь Блин Это классно Ну смотри Я никогда не был В Иркутске Никогда не был В Магадане Никогда не был В Чебоксарах И там В других местах Я живу всю жизнь В Москве И думаю Что Собянин молодец Путин молодец Россия впереди Планета всей Ну во-первых Я не думаю Что есть такие люди Которые живут в Москве Никогда нигде не были В том числе в России Ну я Ну не знаю Во-вторых Оно к сожалению Не сработало Я думаю Я думаю Что это слишком Сложный ход Мысли Что мы Хотим Значит Погасить Недовольство Тем Что превратим Москву в какую-то витрину Но Что здесь верно Перевороты Делаются в столицах Смены режима Делаются в столицах Конечно Любой режим Тем более С дефицитом Легитимности Вроде нашего Особенно В преддверии Двадцать четвертого года А где Переден будет Такой порок В общем Психологически Очень важный И конечно Любое правительство Хочет И не только Авторитарное Но и демократическое Чтобы население Столицы жило В счастье и довольстве То есть Столица Это важно В столице живут Чиновники федеральные Им тоже хочется Чтобы было хорошо Но не сработало Это в каком смысле Да Это не сработало Как сказать Вот эта теория Малых дел в целом Да Что мы улучшаем среду Улучшается человек Улучшающийся человек Улучшает власть И улучшившаяся власть Не делает никаких ужасов Да Вот это так Не сработало Окультуривание Среды Не сработало Как предохранитель А что в итоге Лучший предохранитель Смена власти Регулярная Ну мы видим Смена власть Тоже делает глупости Правда Они не такие Всеобъемлющие Да То есть Мы понимаем Что Иракская война В целом Наверная глупость Да Ну то есть О чем говорить Ее результатом Стал ИГИЛ Как бы нам не был Неприятен Саддам Хусейн Да Мы бы получили Регион В худшем состоянии Чем приняли Что называется Плюс жертвы Ну и так далее Жертвы кстати большие И американские И местные Но И что я говорю Под эту войну Не было переломано Все американское общество Вот Хотя бы Если вы Делаете Некий сомнительный жест Сомнительный выбор Должна быть Exit strategy Да У вас должна быть Должен быть вариант выхода Но мы как раз На море говорили Что Одна из причин Этой войны В том Чтобы не было Варианта выхода То есть Режим Который хочет Законсервировать себя Правитель Который хочет Спасти свое Наследие От пересмотра Он Как раз Не заинтересован В том Чтобы Из ситуации В которую Загоняет страну Был легкий выход Мы с тобой Гуляем по Афинам Ты рассказываешь С одной стороны Сколько И против кого Они там Воевали Все эти годы А с другой стороны Мы смотрим На остатки Парфенона На театр Диониса На театр Где Аристофан Ставил свои Постановки И все остальное И вот ровно одно Впечатление возникает Что Пройдут годы И никто вообще Не будет Строго говоря Помнить Про Бучу Про Мариуполь Про Краматорск Про Девочку Виннице И это Кажется Безумно Несправедливым Вот сейчас Кажется Что ничего Важнее Девочки Из Винницы Но нет А человеческое Существо Оно устроено Таким образом Что Пройдут годы И вообще Никто не будет Об этом помнить И это Выгоняет меня Честно говоря Особенно здесь На всех Вот этих Развалинах Выгоняет меня В Большую Грусть Есть Два Два Ложных Полюса Между которыми Заставляют Два полюса Между которыми Заставляют Делать ложный Выбор Современность Одна Излишняя Одна Как бы Уход От контекста Полный Это Грубо говоря Мы не читаем Аристотеля И Платона Потому что Они были Рубовладельцы А другой Это Когда человек С радостью Как какой-нибудь Патриот Открывает Для себя Контекст Он вдруг Видит Что Все Воевали Америка Воевала Демократические Афины Воевали Совершали Военные Преступления И Вот Мы Просто Ставим Нашу Войну В ряд Правильных Контекстов И Как бы Все в порядке Мы Прикрылись Историей Но Между этими Пульсами Между тезисами Есть Собственно Синтез Это Время Это Современность Синтез происходит Современности Не в будущем Не в прошлом А в сейчас Наши сейчас Отличаются От сейчас Времен Греко-персидских Войн От сейчас Времен Первой мировой Войны От сейчас Любого Другого Времени В частности Наш Сейчас Отличается Тем Что Уровень Насилия Уровень Страдания Уровень Терпимости К страдания В мире Повысился А уровень Насилия Понизился Серьезно И то Что было Возможно Ну как И рабовладение Например Для Приличного Человека Конца 18 века И для Совсем Приличного Человека 5 века Даня Шейра Совершенно Невозможно Сейчас Ты не можешь Писать Философские Трактаты И владеть Рабами Ты можешь Быть Жителем Дикого Какого-нибудь Афганского Кишлака И владеть Рабами Но Ты не можешь Быть Международно Признанным Философом И владеть Рабами Вот Собственно Примерно То же Происходит С этой Войной Да Она Вынесенная В прошлые Контексты В оставленные В этот ряд Она Ну как бы Ну еще Одна война А что такого Вон они Все воевали Но Контекст Еще раз Это И в этой Точке Истории Это Не так И Эту Войну Будут Судить По В том Числе Тому Ценностному Пространству В котором Она Происходит Где Невозможно В частности Вечь Похожая На бочь Или Возможно Но Она Невозможна Без Осуждения Вот Это Все Представление О том Что Это Мы Так Переживаем Из-за Войны Потому Что Мы Богатыри Не мы Потому Что Мы Все Такие Значит Испорченные Либерализмом Современностью Слабаки Да А вот Серьезные люди Которые Изобретали Спорт Философию Науку И Технологии В древности Они Не задумывались О том Как можно Писать стихи После После Трои Это Просто Звездит О том Что Люди Не читали Этих Стихов Потому Что Вся Античная Вся Древнегреческая Культура Стоит на рефлексии О том Что мы делали Под Троей Как мы Оказались Под Троей И И как Можно жить После того Как мы Разрушили Трою Это правда Я могу Лекцию про это Прочесть Могу В двух словах Сказать Но Если Действительно Прочесть Древнегреческую Культуру Она Вся Рефлексия О том О жестокости Войны В частности Троянской А это Скрепа Как раз Греки Всех Польсов Испарты Иафины И всех на свете Они Знали Троянский цикл Чем в итоге Оба государства Закончили Это очень интересно Потому что Спарта Стояла Довольно долго Во-первых Спарта Закончила Предательством Вернее Прошла через Этап предательства Вот казалось бы Государство Казарма Она вся такая Про патриотизм И дальше Когда они поняли Что Для победы Над дофинами Им нужен флот А у них нету Они обратились За помощью К тому самому Страшному Заклятому Врагу Эллинского мира Которого За сто лет До этого Поведили Ну даже Меньше чем за сто лет За несколько десятилетий К Персии То есть они пошли За деньгами К бывшим Общим врагам И персы Помогли им с флотом Кстати Персия Персия была Конечно Другим вариантом Автократии Не военный лагерь А царство Собственно Классическое царство Восточное Вот Во-вторых Чем закончила Спарта дальше Она стала Обществом наемников То есть Спарта была Более-менее Вот этим Государством Казарм Равных воинов Пока туда Не пришли деньги После победы Над Афинами Которая таки Состоялась Благодаря Персидскому флоту Они Куда пришли деньги И выяснилось Что вот эти Воины Не так уж Стойки Перед богатством Началось Неравенство И часть Спартиатов Которая теряла Землю Потому что Другие забирали У них землю Там скупали И так далее Просто пошли Наемничать И там Эллинизм С уважением Относится к Спарте Потому что По-прежнему Весит миф о том Что вот Спартанские мужчины Живут по законам Ликурга Они вот все Тренированные Они профессиональные Солдаты Они какие-то Там горшичники Или кузнецы Которые Время от времени Надевают на себя Форму Ну латы то есть Но по сути Они превратились В государство наемников Всякие Ленистические цари Ну Помню Нам Македовский Завоевал Весь мир Почти Потом это распало На несколько царств И вот эти Несколько царств Воевались друг с другом И такие спартанцы Были очень ценным Человеческим Вот они все Были вагнеровцами Такими Они очень были Ценным Наемническим Материалом Афины закончили Тоже были поглощены Сначала Македонией Потом большими Государствами Эллинистическими Потом Римом Они превратились В город-университет Благодаря вот В такой Оксфорд Античного мира Благодаря тому Что здесь Были философские школы Основанные в пятом веке Академия Платона Лицей Аристотеля Ликей Потом добавились Пекурейцы Всякие Потом добавились Ну и так далее В общем Здесь Это был город-музей Потому что Большая концентрация искусства Центр туризма Потому что на Акрополь Ездили смотреть римляне И греки Даже 2000 лет назад Ну да Это был центр туризма Ну он не был таким массовым Но Логистически это было Ну ездили конечно И учебный центр Слушай То есть получается Даже проиграв Ну физически То есть проиграв Там военно Они все равно Оставались Там центром Смыслов И в связи с этим Могли продолжать Существовать Ну да Но потом они проиграли Все-таки не окончательно Это был там Период Когда Спарта навязала им Олигархическое правление Сначала Совет 400 Потом Совет 30 Ну как бы 30 тиранов В знаменитый период А потом они все равно Вернулись к демократии А Спарту разбили Ее бывшие союзники Биотейцы Как ты думаешь Что ждет Владимира Путина? Какое будущее? Мы не знаем Что у него Со здоровьем Я не могу Ничего сказать По этому поводу Поэтому мы это Выносим за скобки Да Я думаю Я думаю Что Если Серьезных Проблем Со здоровьем Нет То Его ждет Несколько лет Угасающего Правления Вот в этой Изолированной Мобилизованной России Почему угасающего? Ну просто В силу потери Физических сил Постепенного И перехода Ну если мы наблюдаем Стареющих диктаторов Мы видим просто Что Идея Управления Из одного Мозга Не Большой Большой системой Нереализуема Да Появляет Возникает Фафоритизм Возникает Фаворит То есть мы Увидим людей Которые Являются его Так сказать Интеллектуальными Костылями Костылями В области Принятия решений Что неизбежно Конкуренцию Между ними Мы видим Конкуренцию Семей режима Да Групп режима Которые Сейчас Когда об этом Говоришь Это выглядит О Опять пытаются Там рассказать Что у нас Какая-то Политика Без политики Да Политическая энергия Не исчезает Это часть Человеческого Общества Ее невозможно Полностью уничтожить Она просто Меняет форму Лед Пар Льва Жидкость Да Вот У нас Нет Услово говоря Пары и жидкости Но будет Политическая энергия В форме льда Все равно Там трещины Какие-то пойдут В этом кристалле Но это все есть Уже То есть Конкуренция Групп За То Кто будет Определять Следующее Первое лицо Следующую форму Режима Степень открытости Страны И так далее У тебя есть ответ На вопрос Что будет После него После него будет Модернизация Либо рывком Либо плавная Ну какая-то Форма модернизации Потому что он Искусственно Останавливает Натягивает резинку У трусов Прошу прощения Ну искусственно Останавливает Время Оно Натягивается Потом Нужно догонять Ну смотри Например Мобилизационное Состояние Очень утомительно И для граждан Для элиты Ведь Мобилизационное Состояние Это значит Что Цена Неверного решения Очень высока Значит Что Вот мы Мы с тобой Как бы независимые люди Независимые Люди Независимых профессий Артис либералис Да Как говорили в этом В античности То есть Наш критерий Это успех Так или иначе Интересность Нашей конкуренции Да А критерий Человека Встроенного в систему Это не получить По голове И он принимает Исходя из этого Решение Поэтому говорят Что вот Внутри системы Вот эти все Поговорки Бюрократические Ушедшие в народ О том Что инициатива Наказуемая И так далее Когда есть Шанс Больше шансов Получить по голове От начальства Конечно В ситуации Мобилизации Потому что Цена ошибки В мобилизационной Ситуации Возрастает Репрессивный Фактор Тоже увеличивается Жестокость Репрессии Возрастает И элита Которая живет В мобилизованной Нации Она тоже Страдает От этого Мобилизованного Состояния Ее больнее Бьют У нее Больше ответственности И Выше Еще раз говорю Цена Неправильного Решения Им тоже Хочется Расслабиться Ты тоже уехал Из России Когда? Я уехал Из России В конце февраля Сначала Это был Плановый Отъезд И у меня Вообще Смешалось Плановое И неплановое Потому что В конце февраля Я должен был Ехать в Казахстан И уехал И потом Вернулся В Москву А в апреле Я должен был Ехать в Вену Тоже на плановое Такое Пребывание Двухмесячное В одном Венском институте И когда я возвращался Из Казахстана В Москву Я понял Что мне не очень Приятно Жить в стране Жить в столице Которая приняла Вот это решение Откуда исходят Эти приказы Военные Военные Да И По двум причинам Во-первых Это Я испытываю Некоторую Просто Меня подавляет Это Пребывание Там То есть Происходит Вот этот диссонанс Между повседневностью Как бы нормальной Жизнью И Тем ненормальным Поведением Собственной страны Которая на себя Позволила И я думаю Что многие уехали От этого диссонанса Хотя бы На какие-то недели Чтобы привести себя В порядок Я же тоже не понимал Насколько я Уехал До сих пор Не понимаю Как и многие Кстати Как и украинцы С которыми я встречался Там В Европе Тоже не понимают Насколько они уехали Совсем Или вернуться И Второе Это Пространство без правил Потому что Есть Всегда Вот это Ну Ощущение предсказуемости Которое полностью Исчезло В тот момент Когда Твое государство Совершил Непредсказуемый Предсказанный Но непредсказуемый Поступок Он предсказанный В смысле Разведывательном Политическом Медийном Все написали Что готовится Нападение Но непредсказуемый В смысле логики И когда видно Что твое государство Действует непредсказуемо В смысле Логики В смысле Собственного блага Благо своих граждан Ты в нем Чувствуешь себя Крайне небезопасно Не потому что К тебе приходят Какие-то сигналы А просто потому что Ты оказываешься В пространстве Где нет никаких правил И нет никаких Запретных черт Потому что Главная запретная черта Ну кроме ядерной В принципе Передина Ютуб почему-то Подсовывает мне Концерт Выпускного Московского В парке Горького Последние Недели И это довольно Интересная картина Когда ты смотришь Ну выпускной Во-первых Там здание Министерства обороны Крупно берут Он через реку Ну да А во-вторых Очень много Лиц Молодых ребят Которые заканчивают Одиннадцатый класс И каким-то уже Прикладным образом Сейчас начинают Строить свое будущее Как ты Считаешь Что нужно делать Сейчас Молодежи В России И как отвечать На вопрос Стоит ли мне Продолжать учиться И работать В нашей стране Где-то видел Смешную Какую-то шутку Недавно О том что Что говорят Не слушай И научись хорошо В общем Вот это Не слушать Что говорят Но учиться хорошо Ну что все равно Пригодится Ну Как бы Как раз Мы начинали с того Что Именно гуманитарные науки Отдельные направления Гуманитарных наук Были убежищем Для интеллекта В то время Как другие направления Были вытоптаны И Хорошо Можно опять Можно опять Уйти в античность При желании Единственное Здесь проблема Интоксикации истории Да Вообще Честно говоря Вот Когда мы видим Что Российский лидер Все время Аргументирует С разной Своей поступки Своим историческим чтением С одной стороны Хочется сказать Читайте Истории поменьше Не забывайте Что вы живете Не в истории Потому что Когда все слои Времени схлопываются И ты говоришь На полном серьезе Да ничего Со времен Петра Первого Не изменилось Ну тогда И реально Человеческие жертвы Приносить Ну тогда Наверное И со времен Фемистокла Ничего не изменилось И со времен Гомера Ничего не изменилось Да И Экспансия Афинского союза И Пелопонезского союза В главе со Спартой Столкнулись Две экспансии И привели к войне Но это не значит Что Как бы Мы должны Считать Что Мы такие Спартанцы Или мы такие Афиняне Потому что Еще раз говорю Мы сейчас Живем И Надо исследовать Современность А не только Историю У человека Явно перекос В сторону истории Она токсична Но если Читать историю То надо Поменьше Исторического Трэша И так Прямо серьезные Проверенные Хорошие Тексты И финальное В чем Сила Ну В любви Почему? Ну как Воля без любви Способна на страшные вещи Образование без любви Не приводит Наверное К правильным решениям Интеллекта Без любви Тоже какая-то Холодная машина Ну такая В общем Как-то Вполне себе Евангельский ответ У меня А что? Вот античный Античный мир С которого мы начали Есть Скрепа Поэма Илиада В ней Есть два Невероятно Лиричных эпизода Самые лирические Эпизоды Илиады А это То что читал Каждый грек Или слышал Это Прощание Гектора С Андромахой Когда вот Гектор уходит на бой И вот Андромаха Выходит его провожать Там с ребенком На руках Ребенок Пугается Этого шлема С хвостом И значит Все такие смеются Что он пугается Этого шлема Он снимает Этого шлем И такой ребенок Радостно улыбается И в общем Все уходит И понятно Что он не вернется Но все равно И вторая история Это когда уже Гектор убит И его собственно Отец Прям Переодевается Пустыхом И идет в лагерь Кахиллу Вот в лохмотях Этих И приходит В лагерь К своему врагу И просит Тело сына Обратно Ну и Над этим телом Только что Ахилл измывался Потому что Гектор убил его Друга-любовника Патрокла Неважно Да вот Это вообще Главный Враг его Да Вот и Личный Потому что он убил Его друга И как Глава вражеского войска В каком смысле И вот Этот отец Приходит Он Вообще-то Собственно Руководитель Вражеского государства Да Ему надо сейчас Хватать И убивать Приходит он Старик И просит Переодетый В этих лохмотях Он просит Тело сына Обратно И Гектор Ну не то что его Там не убивает Да Он собственно Ему это тело Ахилл Да И Ахилл Не то что его Не убивает Он это тело Ему отдает И вообще Всячески сочувственно Его провожает Из своего лагеря Вот обратно В его вражеский город Так вот Эти два самых Лирических эпизода Илиады Просто Сильно Эмоционально Мощнее Любых других Это про врагов Да И Преам Враг Наших Да И Гектор Враг наших То есть Когда люди говорят Что вот эпическая Героическая Античная культура Первое Что Там греческий Мальчик Или греческая Девочка Читая Свой Фундаментальный Текст Свою культуру Узнают Из него Это то что Их враг Это люди Которым можно Сочувствовать У которых Тоже есть Любовь Которым Нужно Даже Помочь Которые Стоят С тобой Ну На одном Вот этой На одной Энтологической Высоте Вы Не Свои плохие В смысле Свои хорошие Чужие плохие Да Не мы победили Подлых Троянцев И с тех пор Можем повторить И каждый год Празднуем победу А вот Этот месседж В фундаментальном тексте Вот Любовь Даже не в том смысле А я всех люблю Мне все нравятся А даже когда у тебя есть враг Да Ты помнишь Кто это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok